Я ставлю на запись, еще раз всех приветствую, потому что поставлю на запись. Итак, у нас идет парад успеха, традиционно в течение уже многих-многих лет, вторник. И сейчас мы перенесли на 17 часов, потому что большому количеству людей удобнее на это время. Это наша директорская команда. Кто мы, наши факты гордости. И сейчас у нас присутствует, подскажите, сколько мне, ну, мало человек, да. Несмотря на это, мы с вами вместе управляем таким товарооборотом, что мы с вами делаем товарооборот более 100 миллионов рублей в год. Юбилейный год, в 17-й год, я думаю, что у нас это будет гораздо больше. Это результат 2016 года, и вместе с вами мы заработали 53 миллиона. У нас где-то 11 тысяч потребителей, либо лояльных клиентов, и где-то 1-2% управляют всей структурой, всей командой. Где-то расскажут об акциях, помогают зарегистрироваться в Арифлейм, помогают подобрать заказ. То есть вот вы видите, да, наш основной состав в основном присутствует на вебинарах, это наша активная команда. Вот вы, мы, вот такие все молодцы, и такие у нас классные с вами вместе достижения. Наш товарооборот, это как 4 крупных магазина, наподобие Эльдебатери, Гош и так далее. Сейчас, на самом деле, как бы, фишка в том, что эта компания настолько удивительная, да, что сейчас, в данный момент, вот фотографии, скажем так, прошло это минут 10. Сейчас я должна быть, как раз-таки, встреча у нас с Магнусом. Магнус Брэнстон, это генеральный директор компании Арифлейм, который руководит всей компанией в 60 странах мира. И сейчас он собирает консультативную группу России самых быстростающих лидеров. Я не поехала с того, чтобы не с кем было оставить ребенка, я пропустила конгресс предпринимателей. И сейчас и завтра будет уже Евгения Горский скоро туда поедет, еще девочки будут представители присутствовать. Ну вот, смотрите, насколько классная компания, что она дает возможность общаться лидером непосредственно с руководством, обсуждать процессы, задавать вопросы, просить, вот, акции какие-то происходят, какие-то новшества. Нам компания рассказывает, что будет, перспективу, стратегию на 5 лет, что нам нравится, что не нравится, что мы просим. То есть мы представляем нашу всю команду. Представляете, это как круто. И, ну вот, как бы, знаете, вот, к примеру, взять, вот, нет, ну это громко скажено, Путин вас пригласил пообщаться. Да, ну не так, это же президент России, ну, здесь вот президент компании Арифлейм. Ну, либо, кто у нас руководитель Газпрома? Ну, вот он так вот берет с первым. То есть, ну, вы меня понимаете, да, вот, вы меня понимаете, представляете, раз, вот, ну, с Медведевым, да, Медведев и так далее, да. Это очень круто, когда тебя слушает руководство, когда вот так вот и напрямую, не только каких-то моментов, то есть обсуждаешь. И самое главное, очень много тех фишек, которые я придумала, я лидерам рассказывала в чатах, это все осуществилось в Арифлейм. И вот так вот с каждого лидера, кто что-то придумал, все это протоколирует, каждое слово, каждую фишку, каждую идею. И потом компания, она настолько глобальная масштабная, она не может сразу нести все фишки, все идеи, потому что ей нужно думать, просчитать, проанализировать и уже запускать. Потому что у нас большая Россия, она не может рисковать каким-то там деньгами финансовыми, да. Вот. Итак, компания Арифлейм, почему она такая популярная, почему успешная, что здесь происходит, на чем мы делаем фокус, почему товарооборот идет естественным путем, и почему мы приглашаем на дисконтное потребление лояльных потребителей, и откуда у нас вот так вот 100 миллионов с вами образовалось. По традиции я каждый раз показываю свой личный заказ. Опять же таки, ну то, что я заказала и то, на чем нужно делать фокус в каталоге, это немножко разные вещи, потому что в компании Арифлейм я 15 лет, и поверьте, у меня столько много всего. Но только буквально минут 40 назад я получила свой заказ, распаковала коробку, и я получила вот 4 таких замечательных тендерки, специальный выпуск, это бочонки. Я думаю, что все их получат много, да, их будет. Далее, у нас новинка, мультифункциональный защитный крем для лица. Я тоже думала, заказать или нет. Почему? Потому что вот буквально недавно компания Арифлейм топ-лидерам подарила... Ой, ты где? Он вышел, закрой дверь, пожалуйста. Подарила SPF, тоже самое, на Вэйдж новинку SPF там 30 был. И в принципе, понимаете, вот наша кожа, если взять девочек, да, стареет женщин, стареет быстрее всего от фотостарения. И как раз таки компания придумала крем, обновила, улучшила структуру. Вот. И на лето это будет самый, мне кажется, востребованный крем. Тем более, что кому-то, например, за 30, за 40, у них начинается пигментация. Я очень удивилась в том, что вообще как бы для меня было шоком. Когда я прилетела с Майами, я поняла, что что-то у меня на щечках образовалось. Что-то такое-то темные пятнышки. У меня никогда не было пигментации. Вот. Я поняла, что, да, действительно, у меня были какие-то там, я тональником, тональником, где-то утром просыпаешься, недосып, дневной крем не нанесла. У меня был в пробниках. Думаю, ладно, давай побыстрее, чтобы как бы собраться. И вот эти лучи, да, я себе быстренько заработала пигментацию. Да, при помощи серии Novage прошло время и обратно я восстановила. То есть я не вижу. Но если один раз появилась пигментация, это означает, что все, вот он уже. Процесс, скажем так, старения, он пошел, запущен. И чуть при малейшем попадании солнца, чуть где-то не будет защиты. Все, пигментация тут же вылезет и так далее. Будет дальше разрушение неизлежащих слоев кожи. То же самое у нас есть, появилась замечательная серия против пигментации. Она не только устраняет, именно делает барьер как защиту, да, но и восстанавливает, восстанавливает кожу, да. Осветляющий эффект идет в два раза и потом уже, даже если у вас сильные лучи, восстанавливает кожу, она защищена и так быстро не появляется пигментация. Его можно использовать, да, вместо дневного крема. Заменяйте свой токс-крем, используйте, опять же таки, смотрите, SPF 50 вам не нужно использовать каждый день. Не нужно. Вот, например, в выходной день, да, вы с ребенком пошли куда-то гулять, больше световых часов получается. Что такое SPF 50? Это означает, что если ваше лицо может обгореть за 5 минут, то 5 минут умножаем на 50 равно 250 минут. Это означает, что в течение 250 минут вы можете находиться под открытым солнцем. SPF 30, это означает, что у вас, нет, это дневной крем. Это дневной крем вместо праймера, нет, праймер, понимаете как, зачем нужен праймер? Праймер это затирка пор. Праймер вы можете использовать вот в этом месте, да, в кусочках, где у вас поры, расширенные поры, где-то носогубные складки, чтобы залить ваши поры, чтобы сравнять, да, то есть вот частично. А дневной крем это все-таки то, что вам защитит лицо, защитит шею и защитит декольте. То есть праймером вам не надо сюда, то есть вот здесь вот разница большая. Вот. Так, следующая серия, что у нас, запуск у нас серии Lafnature. И чем примечательно, что все эти вот, все смываемые средства Lafnature, они биоразлагаемые. Это значит, что они не будут негативно влиять на окружающую среду, это раз. Потом продукты для волос не содержат силиконы, но сейчас об этом модно говорить. Вот. А эксфолианты, вот как они называются, они уси натуральными скрабирующими частичками. И как можно, и все, вот сейчас буквально получила новый каталог и уже тестировала новый аромат, лаванда. Очень вкусно, я думаю, что это серия. Я очень хочу лаванду попробовать, мне нравится этот аромат. Дальше у нас идет выгодное предложение, это мега распродажа, это корректор 70% скидкой. И корректоры должны быть у каждой, абсолютно у каждой девушки. Есть антивызросные корректоры, а это повседневные. То есть, если хотите быстренько восстановить свою кожу лица, раз, корректор понесли и все окей. И, кроме того, защита от хотостарения идет. Сделала вот такой слайдик сегодня, скинула в чаты. Это лучшее предложение каталога. Ну что ж, давайте покажу свой заказик. Традиционно, традиционно моя любимая туалетная вода Джордани, всегда, когда есть скидка, ее заказываю. Это рекордная туалетная вода, которая у меня была. И мне спрашивают, в какое время ее наносить. Это дневной, вечерний аромат, это подходит для лета, для зимы. Я вам скажу, что этот аромат подходит круглогодично. И подходит как дневной, так и вечерний. Я не знаю, для меня это универсально. Причем мне постоянно задают вопрос даже наши консультанты, партнеры. И спрашивают, а что это за туалетная вода? Уникальность ее, здесь запатентованная формула компании. И вот эта вот эссенза, нотка, жасмина, редкая нота, которая нет ни в одной другой парфюмерной компании. Что я вам хочу сказать, что этот парфюм, он с афродизиаком, я не знаю, вам рассказывала или нет. Но вот муж пришел, но я не знаю, по-моему, каждый третий мужчина спрашивает, что у вас за аромат. Что у вас за аромат. Мне никогда столько не спрашивали. Я постоянно перемещаюсь в такси. Каждый третий таксист у меня спрашивает, а что у вас за аромат. Ну вот хоть бери и продавай. То есть раз, ну как-то неудобно, он говорит, ой, у вас такой приятный заромат. А что это за аромат у вас такой? И пошло там, я работаю в Арифлэм и так далее. Но обычно, если немножко другой, то есть у меня много туалетных вод, другой брызг, то есть нет. Но вот как-то так вот. Я уже не говорю о знакомых. И самое интересное, женщины постоянно там фрукты покупают. А что у вас за аромат? Ой, а вы знаете, вот вы в прошлый раз приходили, у вас какой-то другой был аромат. А что у вас за был аромат? Сегодня я получила регистр... Буквально два дня назад, скажем так. Нужно будет провести заказ, потому что женщина позвонила и говорит, Вот давайте вот как можно быстрее мне вот туалетную воду вот эту вот закажите, потому что понравился на мне. То есть вот это самый крутой аромат Варифлэм для меня. Вот. И для окружения. Сейчас я тестирую пробники. Новая туалетная водичка будет с жасмином и мужская туалетная вода. Я не знаю с чем-то, но вот протестировала. И у нас будет новинка. Какая-то вот увлажняющая, какая-то тональная основа. Я взяла пробник. У меня тональная основа, любимка это Джордани. Но хочу попробовать протестировать, как это будет на мне, на моей коже. По-моему, вот сейчас вот это будет без комментариев. Называется. Угадайте, что это за продукты. Да? Ой. Это не то. Это волос. Ну, в общем, угадайте, что это за продукты. Да? Наверное, по всем вы их знаете. Еще пришел в заказе вот такой вот наборчик. Спасибо девочкам. Иначе бы я его не заказала, как всегда забыла. Я обязательно забуду что-нибудь заказать. Полотенце. Странное какое-то полотенце. Вот я не знаю, что за ткань. Не знаю, никогда не знаю, что-то какая-то, как вы знаете, вот бывали, были стрейчевые такие вот. Не знаю, как она впитывается. По тестам показывали, что она очень хорошо впитывает влагу. Но я бы действительно, наверное, как коврик бы ее использовала. Думаю, косметичку меня муж отберет. Он постоянно любит в поездку. А, и вот такой вот наборчик, который я хотела заказать. Здесь видно. Здесь цепочка и вот такой кулончик. Почему-то я заказала два таких ожерелья, вместо того, чтобы еще заказать кольцо. Но, видимо, заболталась и всем объявляла, что ура, ура, начало действия каталога. Как всегда традиционно мой разбор заказа... А, ну, забыла написать. Вы знаете, компания Reflame давно не выпускает пен для ванн. Поэтому я беру вот такие вот гели для душа, использую вместо пены для ванны. Следующий блок – это у нас акции. Что у нас есть, запускается. Вот быстренько так мы пробежались о акциях каталогов. Ну, скажем так, быстренько, лучше, конечно, изучать каталог. И у нас наступает рекрутинговая компания «Триумфа успеха». Наверняка вы уже, наверное, видели. Давайте мы быстренько напишем, кто какие подарки себе хочет получить в эту рекрутинговую компанию. Я увидела у меня до тряски. Вот это чехол... Ой, это кисти. Вот я настолько хочу кисти. У меня... Хочу, 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 хочу. Больше ничего не хочу. Вот кисти для меня – это святое. Красиво, очень красиво аксессуары. Часики интересные, стильные. Даже вот сейчас, наверное, я рассматриваю их больше, потому что, когда увидела кисти, все это мне перебилось. Для новичков размести заказ на 100 бонус баллов, получаешь браслетики. Я считаю, что браслеты, они классные в тренде. Это и модное розовое золото. И посмотрите, да, вы можете надеть эти три браслета, то есть уже не обязывающие вы наденете, у вас будет золотое кольцо, где-то будет серебряная там что-то цепочка. То есть это все как-то соединит. Кроме того, сейчас тренд – это розовое золото. Сейчас многие дизайнеры стараются делать из этого украшения. Вот просто вот так она похожа. Вот беленькая, там я вижу на 217 маковскую. Хоть несмотря на то, что у меня практически все кисти мак, и вы знаете, что я к этому очень щепетильно отношусь, но это очень сильно дублирует кисти мак. И я смотрю, неужели компания что-то замутила подобное. Хотя они пишут, что они из искусственного, но в принципе в маке тоже. Но невероятно хочу попробовать. Ах, дальше часы красивые, интересные, гармоничные, стильные. Что сказать, стильные. Ручки. Ручки Сваровские всегда оценились. Они бешено стоят. Сразу еще три подарочных набора. Ну это круто. Вся коллекция. Меня тоже заинтересовал, конечно же, еще кейс. Очередная косметичка. В принципе, можно здесь... Девочки, а очень классный наборчик, где хранить все свои украшения, которых у нас у каждой очень много. То есть, например, вот эта вот у вас косметичка будет только под украшения. Я считаю, у кого даже много. Ну вот, наверняка все разместили в заказике и получили такое же пляжное полотенце. И косметичку будут собирать. Итак, поехали. Теперь мы идем к нашим результатам. И есть у нас такая статистика от компании Арифлейм, которая отслеживает всех быстрорастущих лидеров. И она говорит, что если ты хочешь, чтобы... Ну у тебя был рост, но был небольшой рост, но был рост, да? Ну все-таки рост, да? Старайся, чтобы в твоей директорской команде было 20 регистраций с заказами. Я поздравляю команду Шарипова и Нелли, Терентьева и Елизавета и Занеддинова и Людмила с тем, что они привыслили. Да, даже можно сказать, что у Занеддиновой команды, восьмая команда, они даже вдвое увеличили. То есть, если у тебя 60 регистраций, то это уже мега рост идет. Я знаю, значит, что в этой команде скоро появятся новые директора, уже командочки отделятся директорские группки, скоро будут. Да, то есть, это очень крутая команда, и уже какой каталог они показывают результаты. Вот-вот, я думаю, чувство, что там уже скоро-скоро что-то назреет. Вот. А остальные команды, у кого бы 17 регистраций, 17, ну молодцы, но все равно не дотянули. Почему? Потому что я вижу, рекрутируйте хорошо, но из просто новичков, из новичков в стартерах, то есть, кто размещает заказы, очень плохо переводите. И здесь нужно подумать, почему это происходит. Люди приходят, соглашаются, а дальше что? Ну, остальные команды, ребята, плохо, очень плохо. Нужно стараться и весь свой потенциал на рекрутинг. И вот давайте, скажите честно, признаемся, признаемся, кто рекрутирует ежедневно 4 часа в день. Вот, чтобы построить бизнес в компании Reflame, у нас есть одно святое правило. 4 часа в день рекрутинг. Это святое. Понимаете, это как почистить зубы. То есть, если вы будете ходить на вебинары, читать кучу книг, это будет примерно такое, что вы берете зубную щетку, туда пасты выдавили, посмотрели на нее, смыли, поставили обратно. Вот это будет примерно то же самое. Если вы 4 часа в день рекрутируете, значит, вы будете неэффективны. Да, у вас, может быть, будут регистрации, но вы это знаете, вот как вода кипит по температуре 100 градусов. Если вы будете рекрутировать меньше, то это будет, вы не получите закипание воды. У вас будет непонятная, там, знаете, полуостывшая какая-то водичка. Только 100 градусов. Только 100 градусов. Вот. Если нет, пожалуйста, лидеров особенно прошу. У вас потрясающе хорошие, активные лидеры. Вы слишком много о них заботитесь. У нас есть хорошая команда, когда поддержит, податрут сопли, все расскажет, ответит на все вопросы в командных чатах. Все. Поэтому лидеров прошу. Отпустить свою команду в свободное плавание и рекрутировать 4 часа в день для того, чтобы закрывать, открывать новые-новые звания, на поток вводить новых людей. Потому что те псевдопартнеры, которые сейчас не ответили, вот давайте посмотрим. У нас, кто у нас рекрутирует? У нас Борискова 4 часа и более. Вот видите, сколько человек присутствует? Плектва 2-4 часа. Ну, опять же-таки, температура, точка кипения у нас минимум 4 часа. 2 часа, например, утром или часик утром. Где-то часик в обед. И, извините вас, сколько хотите, вас только ложитесь спать, но чтобы 4 часа у вас было сделано. Потому что именно так вы поймете, что, знаете, вот как спортсмены, они каждый день делают тренировки, 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 тренировки. Если они будут хотя бы в местах положенного 4 часа, например, идти на какой-то там рекорд международный или просто серьезный, действительно быть профессионалом, они будут всего лишь 1 часик или полчаса, они будут спортсменами? Нет. Вы не сможете за раз пробежать 25 километров, но если вы будете пробегать каждый день тройку, в течение недели, для какого-то времени вы сделаете определенный срок. Вы не сможете простоять планку 10 минут. Но если вы будете каждый день по одной минуте сделать планку, это то же самое, как вы простоите один раз 10 минут, упадете, а потом не сможете, я не знаю, что с вами будет на следующий день. Вот это важность. Каждый день 4 часа. Вот. Давайте перейдем к следующему слайду. Топ 30 лучших новичков 4 каталога по личному товарообороту. Ну, давайте топ 5. Это Шумилова Светлана. Лично 198 личных баллов. Яшин Савелий. Это сын, сыночек недорезовых. Лично 201 балл. И Катя же делилась о том, как он сам лично ходит, раздает каталоги. Как только ему исполнилось 14 дней, 14 лет, в тот же день его зарегистрировали. Это круто. И Савелий помогал своим родителям еще раньше, также раздавал каталоги, поэтому это гордость. Я думаю, что скоро вы его увидите с новыми званиями. И это молодежь нашей будущей, которая будет показывать примеры. Я очень рада, что все больше и больше мальчиков приходит в нашу команду. Гусакина Анатолий из команды Терентьевы. 250 личных баллов. Сабитова Доротея 263 балла. И Теренов Виктор 307 баллов. Опять же таки, первые места, я считаю, что это два первых места, потому что я сначала как бы сделала рейтинг, сделала, уже сказала, что приготовить слайд, потому что у нас Доротея первое место заняла. А потом я посмотрела, что у Виктора, у Виктора была квалификация 21 день, два каталога. И этот, и следующий каталог. То есть, вот эти два каталога, и он уже вышел на менедж 9%, поэтому я его как-то, а, это не новичок, отмела. Нет, вот, 21 день прошел, он уже менедж 9%, у него 307 личных баллов. Вот, и поэтому вы увидите, что у нас первое место Сабитова Доротея, да, из команды Натальи Мастюгиной, ну, скажем, она поделила это место вместе с предыдущим новым партнером. Итак, да, вы видите, сколько можно заработать на бич, если у вас заказ 263 балла, то есть, это начало вышли только на новый процент. А, у нее еще, да, она вышла еще на 3, на 6% за счет группового товарооборота. Это более 7500 рублей в месяц. Я считаю, что хорошая прибавка к тому доходу, где она, где у нее есть. И вот здесь давайте поздравим команды, насколько качественно они работают со своими новичками, потому что наша задача, чтобы все новички, кто пришел в нашу компанию, минимум размещали на 100 бонус-баллов, делая заказ. Как мальчики, так и девочки смогут сделать себе заказ, заказав всего лишь два стратегически важных продукта. Это коктейль и витамины. Если вы не рассказали, что это, как это, не достучались, это ваша первоочередная задача. Либо рассказать, как организовать личный товарооборот на 100 баллов, кому показать каталоги, поднять их в список знакомых, помочь, с какой фразы показать каталог, организовать по себе стоимости 100 бонус-баллов. Это всего два продукта, либо из каталога там покопаться. Либо, например, там, по-моему, 50 баллов, туалетная водичка. Девочки, сколько туалетная вода это в каталоге? Посмотрите. Если вы вкусно расскажете и покажете свой аромат, кому-то мужчинам расскажете, девочкам расскажете, как мальчики начинают реагировать на этот аромат, я думаю, что у вас заказы обязательно будут. Итак, 4 каталога подряд. Всего 4 каталога подряд. И смотрите, какая команда лучшая, кто делает больше всех новичков, которые проходят 4 шага. Из всего такого количества в среднем регистрироваться в нашу структуру 500 человек. там 500, 500-600. 500-600, но четвертый шаг, стартовая программа, то есть половина отсеиваются, проходят всего лишь единицы. Это весь список людей. Это весь список, понимаете? И давайте посмотрим, кто же у нас команда. Нет, команда Зейнудиновая у нас берет вверх. Опять же таки, статистика. Чем больше приглашаете, тем больше у вас результат. Итак, молодцы, поздравляю всех. Как правило, очень многие, кто проходит 4 шага, раньше было 6 шагов, 4 шага, часто становятся менеджером. Давайте проверим. Скажите, кто у нас из лидеров прошел все шаги стартовой программы? Напишите, пожалуйста. Давайте посмотрим, протестируем. Особенно лидеры, директора. И вы посмотрите, если у нас новые партнеры есть. Да, уже если вы прошли вот эти 4 шага, то тест на лидерство вы прошли. Посмотрите, да, это наш лидерский состав. Вы видите, да? То есть уже тест на лидерство. Обратите внимание на тех партнеров. Это означает, что будущие директора. Перед вами список будущих директоров. Тест на лидерство. Они прошли, они смогли организовать личный товарооборот. А дальше ваша задача научиться делать следующее, приглашать на наши вебинары. Рейтинг wellness, наши стратегические продукты. И третье место, Гаврилова Елена, 368 личных баллов. Второе место, Резваного Лилия, 445 баллов. Исычев Илья. Ну, это сыночек, да, сыночек нашей Наташеньки. То есть это, я считаю, что это семейный. Да, еще, наверное, надо посмотреть у Наташи. Сколько баллов wellness? 603 балла. Молодец, молодцы. Поздравляю. Кроме того, что в этой команде сейчас много ключевых партнеров, и она очень хорошо растет. К сожалению, у нас нет процента wellness по третьему каталогу. Мы не знаем, как мы лидируем среди других команд, топ-команд. Но вот сейчас текущий рейтинг. И по сравнению с прошлым каталогом, посмотрите, как подтянули мы процент wellness. Все, каталоги продаж у нас закончились. У нас начались каталоги стандартные. Стандартные. То есть полгода теперь у нас будут стандартные каталоги. Летом товарооборот средний заказ будет ниже. Если вы выбрали и рассказываете вашим партнерам про серию wellness, стратегические продукции и серию на wedge, это у вас будут заказы в высокой категории. И как будет высокий средний балл, так и процент wellness. То есть это ваш фундамент. К сожалению, у нас нет информации по структуре Екатерины Ганюк, потому что она еще находится за границей. У нас вот-вот она скоро приедет. У нее нету, у нее мобильный, она с телефона, даже, наверное, сейчас она не сможет присутствовать. У нее нету интернета. Она так только со мной по веберу переписывалась. Итого, давайте рейтинг личных продаж посмотрим. У нас Басова Наталья 571 личный балл, Сычев Илья 754 и Герасимова Юлия уже второй каталог подряд, лидер 772 балла. Еще раз, в компанию у нас приходят все на дисконт и говорят, ой, я ни за что, вот я не знаю, я только себе, ой, как бы наскривсти эти 100 баллов, это очень сложно. А потом раз, два, три, проходят несколько каталогов, и как-то получается, ты пользуешься продукцией, кто-то у тебя спросил, а что у тебя за аромат и так далее. Или ты просто показываешь каталоги, и вот они баллы набираются. Поздравляем еще раз Юлечку, два каталога подряд. Это новичок из Крыма, по-моему, если я не ошибаюсь, у горских Евгения. Вот, передаем ей привет. Смотрите, как классно, да, работать на продажах, показывая каталог, 23 штуки в месяц. Ну вот, пожалуйста, кому нужно 20 тысяч дополнительно? Есть люди, кому 20 тысяч дополнительного дохода нужно? Вот, 4 часа в день работаете на раздаче каталогов, однозначно столько будет. А средняя статистика, мальчишек, которые работали в Питере, они 4 часа в день работают на раздаче каталогов. А в среднем у каждого мальчика 100 каталогов, и они их раздают. Вот, раздают они их, то есть они, например, берут там порционно, они студенты многие, либо они разбивают два по два, то есть они 2 часа раздали, пошли заниматься, там у них пошел фитнес, еще что-то там занимались, еще 2 часа сходили, еще раздали, да, в течение дня, потому что у них же еще учеба, то есть надо где-то между, то есть у них действует статистика. 4 часа раздаешь 100 каталогов, опять же, 50 каталогов в один день, 50 другой. Потом ты идешь, собираешь те каталоги, у тебя есть, раздал, на следующий день собираешь эти каталоги, ну, другие каталоги и так далее. Вот, пожалуйста, кому нужно срочно деньги за 4 часа в день, пожалуйста, сделайте, потому что если мальчики могли, то девочки тем более смогут. Я очень рада, что у нас в командах наша задача сфокусироваться, чтобы заказы были в командах более 100 баллов. У кого заказы средние, меньше, срочно доработайте. Поздравляем команду Филиппова, Екатерина Поздняк, Анна Недорезова, Екатерина Сычева, Наталья Большакова, Лилия Шарипова, Нелли Морухленко, Марины. И у нас Горских Евгения лидер, у нее самый высокий процент, средний высокий балл, это 133 рубля. Я вам всегда показываю статистику, что если вы пригласите в команду 100 человек, вы приглашаете 5 человек, каждый по 5 уже будет 25. 25 на 5, 125. Это сетевый маркетинг. Еще раз, найдите всего 5 человек, расскажите о важности бизнеса, научите их приглашать по 5, будет 25, 25 на 5, 125. Все, вот это уже будет директорская группа, и если, опять же таки, если вы научите размещать заказы всего лишь на один продукт, wellness, например, да, это вы будете получать всего лишь 12 тысяч рублей, и эти же 100 человек, если вы научите их, вот смотрите, у меня 4 продукта, это уже 200 баллов, да, и туалетная вода и wellness, витамины. Все, это 250 баллов. Вот если вы научите размещать заказы в среднем на 250 баллов, те же самые 100 человек, ваш доход 100 тысяч. Кто хочет зарабатывать 100 тысяч? Думайте о том, чтобы не просто приглашать людей, а рассказывать. Они будут сейчас вводоваться в теорию бизнеса, здесь показано все на слайде, кто любит считать, сделайте скрин, посмотрите. Если вы каждую неделю будете приглашать одного, бизнес-партнера, кто будет и научите его размещать заказ на 100 баллов, всего одного человека, каждый день рекрутируете по 4 часа, находите одного и, там, сколько-то, и одного из них учите размещать заказы на 100 баллов, вот ваша задача, я не знаю как, неделя закончилась, тест. Пришел ли у меня новичок, который разместил заказ на 100 баллов? Скажите, у кого было такое, что за неделю он выполнил это, как требование почистить зубы, за одну неделю он нашел новичка, который разместил заказ на 100 баллов? У кого такое было? Так вот, если 3 недели действует каталог, 3 новичка нашли и объяснили, достучали, что будет делать, что сделать нужно то же самое в следующем каталоге им, и вы им помогаете из их окружения найти всего 3, из их окружения найти всего 3, и уже на пятый каталог ваш доход может быть порядка 80 тысяч рублей. Все в ваших руках. Опять же таки, вернемся к тому, если вы не научились рекрутировать сами, вы никогда не обучите ваших партнеров делать то же самое. Не умеете 4 часа в день, не получится у вас бизнес. Понимаете, поэтому сколько мы вам не рассказывали, что здесь есть деньги, доход. Я, кстати, убрала свой слайд, сколько я зарабатываю, многие уже знают сколько. Вот, поэтому, ребята, если не научились рекрутировать, идете и первое, что сейчас делаете, рекрутируете, берете список знакомых и так далее. У нас буквально час назад лучший рекрутер 4 каталога была Алина, Алина, ой, подождите, подождите, Терещенко, Светлана, да, была Терещенко, Светлана, ой, я, по-моему, слайд не переделала. Я слайд, ребят, я не переделала, я сделала принт-скрин, меняла и не переделала, потому что у нас победила Филатова Оксана. Да, я переделаю слайд этот, потому что я уже подготовила его, сделала, я не знаю, почему показывает старую информацию. Вот, но у нас, да, сейчас я немножко расскажу про Оксаночку, да, и у нас будет выступать Терещенко, Светлана, потому что у нее личных 16 личных регистраций, 16. А 9 новичок еще в состоянии скоро разместят заказ. Я так понимаю, или нужно перевести 4 человека в какие-то заказчики разместили и 3 квалифицированных новичка. Я считаю, что это очень круто. Вот, Филатова Оксана у нас в прошлом каталоге была лидером, у нее было 18 личных регистраций, 1852 балла групповой товарооборот. И в этом каталоге девочки, она сделала, сейчас, сейчас скажу вам сколько, у нее 720 баллов сделали новички. 727 квалифицированных новичков и 4, так получается, ну, просто сделали заказ. К сожалению, она не сможет выступить, потому что до 8 часов она работает. Она работает. Вот все. И как-то помимо, ну, умудряется это делать. В прошлом каталоге она была новым менеджер 9,12%. Живет в маленьком городке Удмуртия. Пришла в январе месяце. Вот в январе и уже такой мега-результат. Прошла первый шаг стартовой программы и уже прошла все шаги. В третьем каталоге вот уже вышло 9,12. Подскажите, пожалуйста, сколько сейчас у Оксаночки баллов? Потому что вот я приехала, буквально ребенка привезла и смотрю уже все, рейтинг поменялся. Поменялся, я не успела посмотреть. Новый менеджер 15%. Да, вот круто, очень круто. Видите, как быстро можно расти. И давайте сейчас я приглашу нашего нового супер-рекрутера. Скажу, тоже первое место Светлана заняла. Она выступать будет впервые. Она тоже недавно пришла в Reflay. Давайте поддержим Светлану. Светлана, ты тут? Я Светлане дала ссылку в модератор, она должна выступить. Светочка, где же в модераторах? Светик. Светлан, нажимай кнопку. Ага, Светлана пробует. Еще не было времени, Светлана даже не проверяла микрофон. Светлана, пока Светлана нажимает и тестирует, да, я сейчас пройдусь. Свет, вот не вижу, не слышу тебя. Когда тебе будет разрешить, разрешить что-то будет в настройках, это все сделай. И потом, как говорится, чем больше людей мы пригласим, у нас будет, скажем так, лестница успеха. Мы будем, чем больше у нас будет товарооборот, тем больше мы будем получать. И нам компания будет платить процент с этого товарооборота. Для того, чтобы знать, как работать, как рекрутировать, как повысить свои заказы, у нас есть вебинары. Они переносятся, у нас раньше был вечерний вебинар в 18 часов, сейчас они переносятся на 17 часов. Я вижу, Света подключается, но еще пока не видно, не слышно. Не слышно, Светик. Давай, пробуй. Видно с камерой, да, что-то может быть. Ну, не слышно даже, не получается. Светлана, попробуй перезагрузить. Появишься еще раз, да? Может быть такое, да, что нужно перезагрузить компьютер, что-то. Отключи все телеграммы, телеграмм, все соцсети, чтобы не тянуло. Может, получится. Еще раз, у нас не было времени проверить микрофон. Я Светочку буквально пару часов назад уговорила выступить. Если не получится выступление, она написала очень свою интересную историю. Я думаю, что мы ее просто скинем в чат, чтобы вы почитали. Потому что о таких лидерах 16 регистраций вы должны знать в лицо. Слышать, видеть. В четвертом каталоге у нас 143 новых трехпроцентника. Еще раз скажу, каталог, можно сказать, сложный. Сложный в понимании того, что у нас были супер продающие каталоги, второй, третий, перед этим новогодние. И вот начался период такой стандартных каталогов. И поэтому, знаете, очень сильно резкий перепад. То есть в среднем даже минус 50% товарооборота идет. И лидерам дискомфорта. Вот они там 7500, бабах, напополам товарооборот. Потому что... ...15%... Ой, там 5000 баллов. Бабах, 2,5 они делают. То есть вроде люди уже набрались на праздники, подарки. Вот это сложно. Сейчас началась работа. Сейчас нужно профессионально подбирать продукцию, консультировать, рассказывать о wellness и так далее. Подвисать чуть-чуть. Подвисать это потому, что у вас может быть скорость интернета. Попробуйте закрыть Telegram, Skype, что у вас, другие вкладочки. Ой, это что такое? Это я как-то пропала, появилась картинка. Кто-то нажал из модераторов, видимо. Вот. Итак, да. Ну, ничего. Ох, еще как-то поскакал слайд. Кто-то из модераторов шалит. Поздравляю новых консультантов 3%. Уровень 3%. Вы можете их видеть. И давайте проверим, в какой команде больше всех. В команде Свечевой Натальи больше всех новых консультантов 3%. Вы видите, как эта команда стремительно растет. Светочка, нужно нажать кнопку «Говорить». Зелененькая кнопочка, она находится слева внизу. Нажми. Еще попробуй. Нажала? Нажала и жди. Жди. Дальше будет тебе требуется там разрешить. Девочки, помогите Свете, пожалуйста. Особенно, если, например, партнеры первой команды. Позвоните ей. Давайте поздравим там еще раз команду Натальи Сычева с тем, что у них больше всех консультантов 3%. К сожалению, девочки из команды Елизаветы Терентьевой не успели сделать слайд. Сама Лиза чуть позже подъедет, не успела. Она просто не узнала, что у нее лучший новый консультант Гусакин Анатолий. Он сделал лично 250 баллов. Поэтому поздравляю, расчета нет. Думаю, что чуть позже появится. Так, Светлана появляется. Ждем, чтобы у нее была связь. Так, следующая ступенька. У нас консультант 6%. В этом каталоге у нас 78 человек. И получают скидку 20. Это те, кто размещает заказ на 150 и более. Поздравляю новых лучших консультантов 6%. Это ученики Светлана, Сабитова Доротея, Долгова Евгения, Побегала Марина, Кадыркаева Марина из команды Екатерина Горюк. Рядская Татьяна, Расторгуева Галина, Борият из команды Марухленко Марины. Поздравляем девочек. Следующие у нас лидеры. Это Мезина Татьяна, Хохлов Татьяна, Егупова Стефания, Облямова Юлия, Ерыгина Наталья и Екатерина. И лучший новый консультант 6% из команды Масидины Наташи. Это Сабитова Доротея. Такое имя красивое, интересное. А вы уже видели, она является как лучшим новичком, так и лучшим новым консультантом 6%. Очень классно. Живет в городе Октябрьске 30 лет. Воспитывает дочку Валерию, 4 годика. Работает в единственном Самарской области, закрытом учреждении интернатного типа. Для подростков с дивантийным поведением. В компанию прихожу уже второй раз. Первое мое знакомство с косметикой Reflame состоялось 8 лет назад. И, наверное, со мной просто не оказался рядом человек, который бы смог рассказать обо всех возможностях компании. Поэтому несколько лет я пользовалась только дисконтом, заказывая продукты для себя и своих близких. Теперь все по-другому. Есть поддержка и нужная информация. Придя в команду OnlinePro, я открыла для себя массу вещей, которые могут кардинально изменить жизнь. Познакомилась с новыми людьми, лидерами компании. Это очень большой стимул к росту в команде. Еще раз поздравляем. Следующая ступенька. У нас менеджер 9%. У нас 119 человек. Я сейчас посматриваю, что у нас выступают Лебедева и Михайлова. Девочки, готовьтесь. У нас получает скидку... Так, я уже сказала, получает доход 18 человек. Давайте посмотрим наших звездочек. Это Качесова Елена, Шейн Андрей, Кипчакова Мадинах, Латыпова Альбина, Лебедева Елена. Леночка, пожалуйста, включайся. Давай будем знакомиться из команды Зену Диновой. Леночка? Леночка, включайся. Я вижу, что Леночка включается. Я не знаю, кто выступает. Вот у меня показано... А, еще Раиса Зарьянова выступает. У меня в списке чуть ниже. Что-то, что-то у нас не получается у партнеров. Ждем, когда девочке кто-то поднимет микрофончик. 101. Поздравляем новых партнеров. Анжела, пожилого Наталья. Ой, вот Леночка у нас выступает. Я отключаюсь. Так, всем добрый вечер. Слышно, по-моему, да, слышно тебя, да, Леночка, давай. Всем добрый вечер. Меня зовут Лебедева Елена. Я из города Вологды. Высшее образование. Сейчас нахожусь в декрете. Замужем. У меня двое детей. Дочка и сын. В Арифлэме я не так давно, всего 7 января месяца. Очень регистрировалась до этого еще раз, но как-то не заинтересовалась. Может быть, не в ту команду попала. На данный момент. Так, подручки. А так, лучше. Что значит привело? Ну, в основном заинтересовало то, что финансовая независимость. Может быть, так как находясь в декрете, финансы поют романцы. И вот поэтому я решила зарегистрироваться. Что еще? Вот сейчас, слушай, насчет рекрутировать у меня пока не получается. Стараюсь в основном зарабатывать на баллах. Пока на теплом рынке в основном. На родных и близких. Агитирую, но пока никто не соглашается мне, так сказать, зарегистрироваться и помогать. Для себя заказывала. Мне охота очень попробовать продукты Велнес. Пока заказывала только для детей витамины. Охота для себя и для мужа попробовать. Так, что еще? Так, ребенок плачет. Охота, конечно, достичь высоких результатов компании Арифлей. Закрепиться, так сказать, не потерять энтузиазм, с которым начала работу. И вот спасибо всем огромное за поддержку. Особенно Екатерине Петровой, Александре Дубининой. Всем большое спасибо. Хочу пожелать новичкам успехов и себе в том числе. Большое спасибо. Отключаюсь. Меня слышно, видно, потому что какой-то сбой произошел. Меня выкинуло из сети. Слышно меня? Есть, да, отлично. Еще раз Леночку поздравляем с новым уровнем. Я хочу сказать, что это нормально, что вначале не получается рекрутировать. У меня первая регистрация. Я смогла подписать человека только через год, через год, через год. Если бы я сложила руки, наверное, я бы не стала топ-лидером. Еще раз, только через год у меня появилась первая регистрация. Только на третий или четвертый каталог я научилась размещать заказы 150 баллов. И это не помогло мне стать топ-лидером. Дальше, что происходило, если вы не знакомы с моей историей. Я очень долго росла. Мои звания были такие, что год работы 6%, еще год работы 9%, третий год работы 12%, четвертый год работы 15%, пятый год я поняла, что здесь есть бизнес, здесь можно зарабатывать и нужно больше работать. И на пятый только год я открыла квалификацию директора Арифлейм. Если бы у меня и был основной фокус, моя работа, моя карьера. Ну так, Арифлейм, да, может быть, один часик в день. Рекрутировала я один раз в неделю, потому что приоритеты были другие. И вот такими черепашечными шагами я пришла к этому результату. После этого я поняла, что основные действия должны быть рекрутинг. И в среднем у меня было 5-6 часов в день я рекрутировала. Работала в среднем до 3 ночи. И самое такое активное было именно где-то с 10 вечера до 3 ночи. Самый классный активный рекрутинг у меня шел. Вот, ну и сейчас знаете, к чему это все привело. Так что ничего страшного, если у вас ничего не получается. Главное не останавливаться, разбираться, идти дальше, дальше. Давайте поздравим Мазурову Галину, Фролову Лилию, Михайлову Аленочку, подключайся и Черемных Татьяна. Так, а почему у меня в списке не выступает Черемных Татьяна? Я буду очень сильно ругаться. Где ты, Танюшка, почему ты не выступаешь? Алена, подключайся. Светочка, ты в любой момент можешь пробовать. Это не помешает мне выступать. Как только мы услышим твой голос, сразу мы тебе передадим микрофон. Поэтому, девочки, пробуйте. Аленочка, подключайся, пожалуйста. Как только Алена подключится, я сразу передам ей микрофон. Итак, у нас Рамазанова Анжела, Пожилова Натальи, Решетникова Светлана и... Вот, и еще одна красивая девушка. Я думала, как прочитать тяжело. Алёночка? Нарецкая Алена. Попросила слово. Есть. Хорошо. Да, я вижу. Все. Слово... Есть. Я слышу звук, но не вижу. Видно? Потому что у меня может со связью что-то быть. Видно, да, девочки, вам? Ой, отлично. Слышно? А я попробую сейчас тогда перезапустить. Я перезайду. Слышно? Привет, девочки. Меня зовут Алена. А я из команды Морухленко Марины. Вот. Меня Марина, конечно, попросила, чтобы я накрасилась, привела себя в порядок, но я не могу. У меня тут огород начался, потому что у нас март и апрель это самое такое замечательное время. Мы приобрели себе домик, точнее, не приобрели, а сняли домик с огородом, поэтому у нас я на огороде была целый день и сейчас вот прибежала, потому что уже время подошло. А в Арифлейм, точнее, про Арифлейм я узнала, девочки, не соврать, 16 лет. А моя сестра старшая, когда училась в городе, привозила мне тушь постоянно. Вот. И я постоянно ей пользовалась. Я очень люблю эту тушь. Она, вот даже сейчас не помню упаковочку, но название Арифлейм запомнила навсегда. Итак, первый мой приход в Арифлейм состоялся в 2000 году, когда я случайно ехала на работу и увидела вывеску СПО. Я пришла к ним, зарегистрировалась. Тогда я делала самостоятельно, просто на покупках себе, мужу, там, векровке и еще кому-то. Очень большие баллы, но никто мне тогда не сказал, что можно, что можно как-то на этом зарабатывать. То есть я покупала, у меня вся ванна была кремиками, там, тушами, мазями всякими заставлено. Ну, в определенный момент я набралась очень много и как бы, ну, и дальше мне никто не рассказал, что на этом можно как-то зарабатывать. Вот. Я, соответственно, ну, ушла пользоваться, так скажем. Пользовала, пользовала и потом забыла, что. Потом опять у кого-то начала постепенно покупать. И вот буквально, да, кстати, не сказала, что я жила в свое время в Томске. Да, год назад переехала сюда, в Симферополь, к мужу. А в Томске у меня был свой салон, был свой бизнес. Я дизайнер-декоратор, модельер-конструктор, так скажем. Дизайнер-декоратор по шторам и одежду шью. Вот. Я открыла свой салон где-то в 2011 году. Много денег туда ввалила. Сразу говорю, что очень сильно я вложилась и... Ну, в общем, прогорела, так скажем. Вот. Мы с Мариной познакомились, с Марухленко, как раз в период последнего моего рывка. А она пришла тоже такая слегка замученная дама ко мне. С ребенком первый раз принесла каталог. Вот. Сначала я у нее покупала продукцию, потому что я увидев каталог рефлейм, ааа, все, мое, хочу, давай. Я себе купила на Вэйдж и там что-то еще по мелочи покупала. Потом Марина мне говорит, а что ты не зарегистрироваешься? Я говорю, да мне как-то вообще, у меня сейчас такие сложности в работе, там, с бизнесом, там, я не знаю вообще, что делать. Она говорит, ну, зарегистрируешься, а сейчас все за рефлей. Ой, через интернет. Марина уходит. Ну, а я девушка продвинутая, я в интернете как бы всех поставщиков своих ищу там. В то время еще как-то более-менее у меня остаточный рефлекс на соцсети оставался, как бы более-менее сидела. Вот. И я зарегистрировалась в команде Екатерины Ганин самостоятельно через сайт. Это как мне потом Марина сказала. Но, соответственно, я не... У меня проблемы как бы в работе так и продолжались, я ни одного заказа не сделала. То есть, я закрыла свой бизнес в Томске, переехала сюда в Симферополь в июне прошлого года. Вот, окончательно. И Марина меня достала таки тут. Говорит, Алена, хватит уже, хватит. Ну, и зарегистрировала меня на дисконт. Ну, как бы я понимаю, у Маринки тоже дел куча, потому что у нее там куча тоже своей команды в Томске. И, понимаете, я маленько упустила весь этот момент. Я себе опять же заказывала там, может, меня просто пригласили здесь в Симферополе на работу дизайнера-декоратора и пообещали неимоверную зарплату 2000 долларов. И я вся была в работе. Да, я покупала себе, покупала, ой, точнее, предлагала девочкам в салоне у себя, в элитном штормном салоне, всю красоту эту, вот, как бы. Но за счет работы у меня был один косяк такой небольшой, что я просто даже оплаченные заказы не успела забрать. И меня перед Новым годом просто в блок поставили. Я Марине кричу, как так, как так, я не могу ничего понять. Вот. В результате потом мы разобрались. В январе я все-таки этот блог сняла с себя, там, требуя от Reflame, как они могли так вот со мной поступить. Вроде как бы. Да, я пропустила все шаги. Все шаги. Первый, второй, третий, четвертый. Потому что я, в принципе, некогда мне было не слушать, не читать чаты. Потому что Марина мне там говорила, ты смотришь, ты читаешь. Я не читала, потому что, девочки, я с 8 утра в 12 ночи была то в салоне у себя, то есть в этом салоне по шторам, то у клиентов. И для меня это было как бы, я только себе покупала. А тут в январе, когда я разблокировалась и уволилась из того салона, потому что, положа руку на сердце, меня отправили из салона, минус 100 тысяч зарплаты. Точнее, я ушла, додела свои дела и минус 100 тысяч. Я сказала, больше я ни на кого работать не буду. Я поработала, поработала. У меня был свой бизнес, я знаю, что это такое. Я жалею, что Марина мне до меня долба деревянного не донесла тогда, что, Алена, ты можешь себе вот этот доход сделать, который не будет, как бы, как сказать, тебя отвлекать. То есть ты сможешь там… У меня был период даже в моем салоне, что мне нечего было делать, и я сидела и думала, где взять денег. А я могла это время потратить на то, чтобы рекрутировать, да, там, предлагать или развивать, или в тот же Инстаграм. Вот поймите меня правильно, у меня был такой период в 2013 году, когда отец моего ребенка, когда ей было 9 месяцев, выгнал просто нас из дома. У меня бизнес, у меня кредиты, у меня такая волшебная история, в общем. Вот. И у меня с тех пор вообще очень плохое отношение к соцсетям. Я вообще, ну, и сейчас я просто вот, Инстаграм и все эти одноклассники, я просто вхожу в новую стадию, чтобы понять, как хочется мне там себя видеть или не хочется. Поэтому, поэтому вот, как бы, мне очень сложно рекрутировать. Да, я в новом городе, я в январе, или когда, в прошлом месяце я чуть-чуть не сделала в прошлом каталоге, 5 баллов не добила до 9%. Я ходила просто и с каталогами незнакомым людям предлагала каталоги. Все. Потому что мне нужны здесь знакомые. У меня здесь никого нет, кроме мужа, его мамы, его папы, его сестры там и кучки небольшой друзей. Все. У меня здесь никого нет больше. И я, я заказала себе 50 каталогов, 50, простите, и с ними ходила и раздавала совершенно незнакомым людям. Мне как было обидно в прошлом каталоге, что я буквально из-за того, что я подругу, подруге своей пыталась объяснить и сделать с ней заказ, не добила 5, 5 баллов, всего до 9%. Понимаете? Я просто думала, что каталог закроется в 12 ночи, а он закрылся, сволочь, в 8 вечера. Вот это было обидно. Ну, вот так. И получается, что, ну, в этом каталоге, да, девочки, у меня просто такая идея возникла. У меня очень большая предрасположенность в полноте после беременности. Я не могу похудеть. Я сейчас себе заказала линейку Wellness Life Plus, там супики, всякие коктейли, и я решила сделать на этом, как бы, свой личный бренд. Я хочу показать, что было и что стало. Вот. Потому что мне сложно себя заставить там, как бы, выкладывать свои фотографии и это описывать. Ну, может, это в процессе все пройдет. Я не спорю. В общем, я, по-моему, поболтать люблю, да? Ну, в общем, девочки, вот моя история такая, что, в общем, я переехала в новый город, и мне захотелось новой жизни. Ну, все, я, наверное, уступлю место другим, потому что я могу еще болтать долго. Потому что я слышу только себя. Спасибо большое. Все, я отключаюсь. Да-да-да, сейчас я вот нажимаю кнопку «Голоса». Да-да-да, сейчас я вот нажимаю кнопку «Голоса». Я взяла трубку, я одновременно тут вещаю еще и с Инстаграма. Я приглашаю выступать для нового менеджера 9%, Снежану. Снежану, давайте, чтобы я неправильный фамилий не произнесла. Снежана, подключайся, пока ты проверяешь камеру. Еще у нас Раиса должна выступить. Она сможет? Подключайтесь, девочки. Пожалуйста, да? Я тут уже пытаюсь выглянуть из-под моего телефона. Сможет? Подключайтесь, девочки, подключайтесь, потому что сейчас одновременно идет вещание в Инстаграме. Вас смотрят 30 человек еще помимо нашего вебинара. Девочки, так, ага, Яночка попросила микрофон. Ну, сейчас есть, давай, Снежана, отключаюсь. Всем привет, меня слышно? Отключаюсь. Всем привет, меня зовут Снежана Янчуркина, мне 26 лет. У меня двое детей, я замужем, у меня двое детей, две прекрасные девчоночки. Очаровашки мои, Анечке 5 лет и Дашеньке 2 годика. Вот, после школы я поступила учиться в Ленинградский педагогический колледж, но в связи с семейными обстоятельствами я заболела. Как бы я полгода отучилась и все, и мой папа забрал документы, и год я потеряла после школы, но потом я поступила в Ленинградский педагогический колледж на заочную форму обучения, и по образованию я воспитатель. Сейчас, на данный момент, я работаю в социальной защите. Вот. Вот, что я волнуюсь. В Арифлейм я пришла с 26 августа, но зарегистрировалась я на дисконт. Позвала меня Ирочка Величко, которая на протяжении всего времени меня не оставляла. Каждый день я слышала ее, я видела ее, она меня добивала, добивала, но в итоге я прошла все четыре шага, я ей за это очень благодарна, я все это получила. Вот. И с Нового года, девочки, я начала посещать вебинары. То есть до этого как бы я так один, два раза, как-то не очень. Вот. Начала посещать вебинары, и с момента посещения вебинаров я как-то начала понимать всю ситуацию, всю структуру работы. Вот. И меня прям вот потянуло, прям пробило на все это дело. Вот. Меня очень сильно поддерживает мой муж, что самое главное. Он постоянно приходит, спрашивает, были ли не было регистраций, как вообще, там, диалоги ведешь, не ведешь, делала, что-нибудь не делала, он контролирует меня. Вот так вот. Ну и что я хочу сказать? Я хочу сказать, что с момента прихода в Арифлейм я начала использоваться только Арифлеймовской продукцией. У меня вся ванна забита. Шампуни, мыло, зубные пасты, зубные щетки для детей, для взрослых. Это у меня все Арифлейм. Скрабы для тела. Вот. Я, как такова, сильно косметикой не пользуюсь. Но предпочитаю глаза красить, реснички. Это только Джордани Голд. Мне очень нравится тушь. Вот. И блеском крашу губы. Это The One. Мне тоже она очень нравится. Вот так вот. И еще я хочу отметить Велносовскую продукцию. То есть, как бы, как я только зарегистрировалась, я сразу же купила детям омега-3. Вот он, кстати, омега-3. И Велнос мультивитамин. И у меня дети стали ходить постоянно в садик. У меня моя младшая болела. Постоянно болела. То есть, мы неделю в садике, 3 недели дома. Неделю в садике, 3 недели дома. А вот начали принимать, иммунитет у нас улучшился. И стало все хорошо. Мы постоянно ходим в сад. Слава Богу, также принимаем витаминки. Я и мой муж. Ну, вот так вот. Господи. Ну, что еще я могу сказать? Муж поддерживает, говорила. Рекрутирую я через ВКонтакте, у меня ВКонтакте рабочие странички. Потом в Одноклассниках рабочие странички. Еще мне очень нравится по WhatsApp общаться. Я люблю общаться голосом. Я вообще люблю общаться с людьми. Знакомиться с новыми людьми. Кстати, с переходом в Арифлейн. Очень много появилось новых знакомых. Наша команда. Мы постоянно все друг друга поддерживаем. Постоянно на позитиве. Всегда можно спросить советы. Не только по поводу работы. Что-то там дома случилось. Там заболел. Лекарства и все такое. То есть, как бы, это очень классно. Это очень хорошо. Это здорово просто. Вот. Что еще я хотела сказать? Про рекрутинга рассказала. Ну, я хочу пожелать всем новичкам. Вообще всем, не только новичкам. Роста. Новичкам хорошего старта, быстрого роста. Чтобы мы все добились успехов. Все. Всем спасибо за внимание. Я отключаюсь. Отключаюсь. Ну, и на нашу сцену мы приглашаем Раису. Раиса, пожалуйста, подключись. Подключай свой микрофончик. Там тоже. Ага, Раиса, подключай. Раиса, я пока отлично. Слышно сейчас? Расскажите, потому что... Изобразим ее, да? А, отлично. Отлично. Слышно меня? Слышно меня? Как вы меня слышите? А, отлично. А, отлично. А, отлично. Спасибо. 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 У меня получилось в 4 каталоге 16 регистраций. В этом каталоге обычно 19 пациентов, 4-м. Зарегистрирована я 10 января. Мне 31 год проживала в городе Новосибирске. Первый каталог я закрыла 3%, второй 6%, третий 9% и текущий 12%. Я в основном работаю офлайн, то есть я живу не через интернет в основном, а в тёплый рынок, знакомства, связи и общения. То есть мне так удобно, мне так комфортно, мне так кажется, что и так быстрее. То есть мне с людьми находить контакт попроще. Вот. Я приглашаю, то есть я для себя установила, что всё равно каждому человеку нужна продукция рефлайн. Я выставила три критерия для людей. То есть я в первом моменте, я приглашаю на бизнес, в втором моменте, ну то есть я смотрю на человека и пытаюсь определить, что человеку можно предложить. Либо бизнес, либо просто продукцию, либо если не то, не то, человеку не нужно, я предлагаю просто зарегистрировать дисконтную карту, использовать со скидкой 20% в любой момент, когда он захочет, обязательно прямо сейчас покупать. То есть вот эти три момента, на которые либо то, либо то, люди всегда подключаются. Вот. Таким образом, как бы у меня получается очень много регистраций. Я для себя ставлю какую-то цель и пытаюсь её добиваться. То есть в прошлый опыт у меня был опыт работы налоговых органов. Я привыкла работать по инструкциям. Тут я вижу, что как бы у меня нет каких-то инструкций, я завишу только от себя. То есть сколько я поработаю, такой у меня будет результат. Вот. Ну главная цель – это поездка на Болгарию, которая оставила себе цель. Поэтому я и пытаюсь расти изо всех сил, каждый каталог. Вот. Ну и поддержка от мужа. Муж меня поддерживает. Он больше верит, чем я в себя. То есть он в меня верит. Говорит о том, что всё у тебя получится, что в каких-то моментах я говорю, я его не устала. Он говорит, ничего страшного, отдохни два дня и у тебя всё получится. То есть вот это моральное повешение меня очень стимулирует и как бы для себя, если я цель поставила, то если ему нужно опускаться и муж, если говорит, что у него всё получится, то у меня действительно получится. Поэтому вот эти все моменты меня стимулируют рекрутировать. В интернете я тоже рекрутирую, но это процентов 10 всего. Вот. Получается, что я пытаюсь с каждым человеком работать, чтобы каждый человек донести, что здесь подарки, что здесь акции. То есть человек даже просто так не будет регистрироваться. Какие-то подарки, акции он начинает как-то стимулироваться, заинтересовываться и говорить о том, что каждому же человеку приятно, когда подарки, когда акции, что можно что-то получить бесплатно, что можно что-то получить со скидкой. И таким образом как бы получается оборот. Личный товарооборот я делаю, допустим, пошла с продуктами, показала каталог, то есть с продавцам пошла в парикмахерскую, показала каталог, то есть с тем людьми, с которыми я просто контактирую. И все, пообщаемся с этими людьми со временем, и они уже не стеркнутся. Вот такие вот итоги, такие вот результаты работают, и как я работаю. Даже не знала, что сказать больше. Ну, наверное, не буду больше тогда затягивать времени, потому что уже долго времени много. Вот. Очень приятно было всех увидеть и услышать. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Это я. У Раицы не получается. Раися, прости слово. Вот почему-то мне не получается. Девочки, подскажите, либо дайте ссылку модератора. Я отключаюсь? Ну, хотя бы так. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Торнесса. Я из Павлопольского края в городе Михайловском. В будущем образовании. Работаю в виде хозяйства и консекционных. В городском хозяйстве. В общем, повыращивали мертвые мертвые. Мертвые выращивали на мех и на продажу. На продажу. На пенсию. В замене 34 года передового стажа. Нанесили 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Ну, вот так вот. Во Фейн я пришла давно. И, видимо, пришла тоже, как вот многие девочки, не туда. И не в то место. Потом, значит, я тоже собирала, бывало, большие заказы. Им на 50 долларов. И, там, на 70 тысяч долларов. Но, от этого ничего не было. Единственное мнение по этому. И рассказала, что в этом грамоте. Я, музыка, меня тоже так узнала давно. Вот именно из этого рефлейма. Это было на 50 долларов. И, совсем недавно. Я, музыка, на пенсию. Я, так вот, у меня такое хорошее. Быть активной. Здесь дело. Участвовать. В общем, я в этом. Сказывается, мой пункт пункт пункт. Я знаю, что у меня вся люди болели. Да. Начала было искать работу по интернету. К сожалению, работать уже на основной работе не смогла. Вот про работу я не смогла. Ушла, потому что очень заболела. Ноги сильно болели. Не смогла работать. Ну, и вот в одноклассниках встретилась с Сириной. Мы с ней списались. Разговаривались. И потом, в последствии, вот она меня пригласила сюда. Я пришла... Да, конечно, мне хотелось развивать бизнес. Я думаю, зарабатывать надо. Потому что... Хорошо бы у меня в дороге есть. Пока 10 тысяч пенсий в времени бы не было. Ну, мало. Все равно мало. Вот и поэтому я думаю, да, надо зарабатывать. Работая там только раньше, говорит Фейн, я знала, что... Ну, что нужно заработать? Я всегда покупала. Ну, маленький секрет, я предложу, там... У меня вообще вся косметика, конечно, арифлейные. Все средства арифлейные. Будут чищут. Только пасты арифлейные. Купаются они только арифлейные. В общем, продукция вся арифлейная. Придя сюда, первый каталог... Это был трехи. По первой неделе уже оставалась у этого каталога. Ну, здесь 10, может. Я с трудом, с трудом, неделю, неделю набрала 52 балла. 52 балла. И у меня так... Как-то плохо получалось все. Кому не приду, показывать. Ой, теперь это у вас только везде, столько везде. Ну, я начала смотреть вебинары. Я в чате уже зарегистрировалась. Началось смотреть вебинары в записи. Правда, пусть когда не в записи. Я просто не знала, как вот это делать, приходить в вебинар на комнату. Поэтому все были у меня в записи. И у меня стали получаться. Я начала разговаривать с людьми. Я начала рассматривать косметику. Я говорила, это продавала. Вот. Потом я так начала... Ну, я о котором говорю. Ты знаешь, вот это вот столько стоит. Вот смотри, какая скидка. А вот если ты будешь там брать у меня, я тебе еще могу скидочку какую-нибудь сделать. Или бывает, что я приду к своей знакомой, к которой говорю, на, помещи каталог там на работу на свою. Посмотрят, если выберут что. Я себе привелитель какой-нибудь. Раньше ж в Арифлоне-то я была. У меня то было есть, то там брест какой-нибудь с ногой. Она мне заказ принесла. Я ей раз кусочек. Вот, подарила. На, попробуй, которая классная. Начинаю вот так вот рассматривать. И смотри, видим. Давай каталоги в следующий раз уже. Давай я на работу понесу. Причем, удоваривать вот так, ну, расхваливая качество Арифлоне, мне удалось уговорить даже тех людей, которые, которые вообще... Я пользуюсь только Мори Кэй. Я пользуюсь только Евроше. Там я беру в битуале, что мне ваш Арифлейн. Некоторые говорят, ой, я в Эйвове работаю. Ну, как-то, мы все-таки убедим. Как-то вот я их смогла убедить, что они, мало того, взяли у меня и тушь, и помаду заказали, и каталоги взяли на работу. Конечно, при этом я их смогла регистрироваться. Но они боятся. Вот боятся, чего не знаю. Боятся, что много уже этого всего. Хотя я вам говорю, в каждом магазине у нас продают средства для бюджетного банка, там шинкейли. Ну, однако же реализуются. Я говорю, здесь можно всегда и скидка будет у тебя, в общем, ты будешь, если зарегистрироваться, то будешь знать о всяких акциях, подарки рассказывать, какие бывают. Ну, боятся. Которые выберут, и вот одна, я пока попробую, вторая тоже там, я пока попробую. Вот так у меня четверо человек с каталогами ходят по своим предприятиям, по делу заказу для меня. Когда вот принесут заказ, я говорю, вот видишь, насколько ты заказала? Вижу. А видишь, какая скидка была? Вижу. Вот ты бы сейчас заработала, там, допустим, от разницы в продаже 396 рублей. Чего мне это тяжело удалось? Мне это тяжело. Буквально 10-15 минут показала каталог, все, выбрали, записали, и все. Я говорю, ну а почему ты тогда сидишь? Почему до сих пор не регистрируешься? Таким образом у меня с тобой зарегистрировались. Ну, все, дети, я начинаю использовать, ну вот буквально сегодня смотрела еще один вебинар, и я поняла, сколько много я ошибок допустила в этом. Ну, заберите все такие вещи. У меня разные. Я, например, на своем сайте, меня зовут Раиса в Одноклассниках, я нашла друзей Раис, написала в бумаге, что давайте, добавляйтесь друзья Раис, я сама им разыслала ну, сообщение, и получилось так, что ко мне в друзья добавилось 15 Раис. и спрашивают, как я начинаю с ними познакомлюсь, начинаю говорить про работу, вы видите, только услышат рифму, он говорит, нет, это не мое, все, я уже не хочу этого ничего. Одна, правда, вот как она загорелась, она говорит, мне даже только раз так и было, что я встречу человека, который меня за собой поведет. Вот видимо, это было. Тоже Раиса, кстати, Гирянова, и вот она скоро уже, вот-вот, должна прийти ко мне. Ну, еще что я хочу сказать по этому поводу. С теми для меня послужило, что именно вот то, что я хочу, я хочу получать деньги, да. Мне сказали, что вот от уровня молоджиа уже можно поехать в Болгарию, я там ни разу не была, правда не знаю, как это получится, не получится, но буду принять все эти стимули у меня есть. И еще стимулим послужило то, что, видимо, пенсию, жизнь у человека, она просто не замыкается в четырех стенах, а что можно жить в продуктивной жизни. Вот, правда, в ТВ я еще не пробовала, хотя мне хотелось, но работала вот раньше в Рифле, и они тогда казались мне слишком дорогими. Сейчас попробуем, обязательно, даже вот в этом, в пятом каталоге. В четвертом каталоге мне вот таким образом, такими вот уговорами-разговорами удалось собрать 307 баллов уже. Надеюсь, что есть в пятом каталоге результат будет не лучше. Потом, что еще я хочу сказать про тому, как я веду работу. В общем, эта компания, у нас компания настолько дружная, действительно, мы можем и говорить и о работе, и все дают совет, спрашивают, а также мы можем, а, кто-то что-то сделал, раз фотографию кинул в чат, смотрят все, обсуждают. Ну, в общем, работа здоровая, это такая большая поддержка. Свою первую зарплату из компании Рифле я потратила на себя. Ну, я в пятом каталоге заказала себе битый бокс для своей любимой, для себя любимой. Вообще, мне нравится вся продукция Рифле, и я только не пользуюсь, Росвитки мои тоже не пользуются только. Но, больше всего, мне нравится вся серия продуктов Джорджани Гольд. Качество отличное. Еще по работе, вот у меня сейчас какая есть, у меня телефонная книга довольно-таки обширная, там, значит, список моих друзей велик. Вот, беру версию каталога, просмотр каталога там, и отправляю всем своим знакомым и друзьям. Можем, говорю, ссылку и посмотри, что есть. И, таким образом, мне тоже приходят каталоги, это тоже можно использовать. Девочка, которую я встретила, она, значит, она моя знакомая, хорошая молодая, она занимается Эйвоном, уже сколько лет. И она, прям, приедена Эйвона, я говорю, а что ты имеешь в Эйвоне? Она, не мало, 31% скидки. Я говорю, вот только скидку и все? Она говорит, ну да, что, разве это плохо? А я ей начинаю говорить, какие у нас подарки, за 50 баллов набранных, за 100 баллов какие подарки, в первом, втором, третьем. А потом она так говорит, а у нас не так в Эйвоне. Вот я на Новый год собрала заказ на 15 тысяч. Можете посчитать примерно же, сколько вот это выгибало? Ну, мне говорит, провели заказ только на 10 тысяч, а остальное, говорит, 5. И все отдали это ценам каталогу. И так что я вот потеряла выручку на этой разнице. И вот она сейчас, у нее ребенок больной, она сказала, ну вот перед паской я обязательно приду, и мы, может быть, она тоже зарегистрируется. Но из сайта пока, из страничек вот в этом, в соцсетях, пока еще никто не продал заявку на регистрацию. Хотя диалоги ведут с ними. Иногда бывает просто монолог. Вот только я напишу, что вроде люди заинтересовались работой, а только напишу, хотя бы, в принципе, раз и замолчали. Только пишу, что я работаю представителем компании Reflame. И все. Молчок люди. Молчат. Еще что, по этому поводу. Тоже, наверное, много говорю, как предыдущие, выступающие. Ну что, потом, еще работаю вот в команде, поддержка команды. То, что говорят, когда, во время общения, меня еще на многие идеи натолкнуло. Я тоже вот, я сейчас покручила. Ну, уложусь в 2-3 ночи, в 6 часов у меня подъем. Подъем пошла, поднялась, зубы почистила, умылась. Даже не завтракаю, начинаю уже работу, уже в чат захожу, доброе утро, всем желаю. И вот так вот, начинается работа с этого. Естественно, у меня и домашние дела какие-то выполняем. Ну, не какие-то, а то, что им нужно. Мы с мужем сейчас вдвоем остались. Вообще, у меня четверо детей и 8 внуков. И младший сын еще не женат, и вот-вот может женится. И еще дальше внуки будут. Так что я, бабушка, очень богатая. Что хочу пожелать вновь будущем? Бояться ничего не надо. Внуки, консультантам. Не надо бояться. Надо, главное, задать себе цель. К этой цели надо стремиться. Потом, что еще? Работа, вот чем только они мотивируют, чтобы не работать. И некогда, и денег нету, и неважную причину выдвигают. Когда я вот это буду там сидеть? Я говорю, я работаю или дуга. Ой, у меня здесь маленькие. Я говорю, однако же сидеть в одноклассниках, время вы находите. Вы игры играете. Вот видно же, что люди часами себя обсуждают разные статусы. Кто-то, кто-то на работе платит, кто-то плохо зарабатывает. Сколько у них, какой маленький бюджет, и какое наше правительство, и какая дурная наша страна. Ну, я тогда обязательно вступаю в комментарии и говорю, ну а что вы тогда сидите-то вот на этой работе? Есть много методов, чтобы найти работу достойную. Вы сидите тогда, сидите в одноклассниках, тратите время, говорю. Обсуждаете вот разные статусы. Они будут подняться со стула и что-нибудь принять для того, чтобы улучшить свою жизнь. И вот люди добавляются ко мне в друзья. На год же меня добавляются в друзья. Я начинаю вступать с ними в диалоги. Ну, пока еще как-то тяжеловато у меня. Ну, а так и все. Поэтому вновь, в будущем, желаю только удачи, стремления, обязательно прослушивать вебинары, смотреть внимательно и следовать назначенной цели. Ничего не боясь. Все получается. Я никогда не думала даже, что, хотя и выступала перед публикой по своей должности, очень много ездила по всей стране по работе в командировке. Но я не думала, что я могу быть такой красноречивой, когда расхваливаю продукцию компании «Арифлей». Мне даже удалось 70-летнюю, 70-летнюю бабушку купить на 90 тысяч рублей разной продукции. Все, спасибо за внимание. Завершаюсь. Здесь я и тут, и там, одновременно в Instagram. Задал был вопрос. Вы дрожите, общаетесь с другими топ-лидерами? К сожалению, у меня не было лидера, спонсора, который бы обучал, подсказывал мне, что делать и как. И именно из-за того, что я общалась со всеми подряд, и топ-лидерами, и не лидерами, а обычными консультантами, я спрашивалась, а как они делают? А как вы делаете это? Как вы делаете? Как вы работаете? Читала все книги подряд, которые только попадались. И потихонечку, потихонечку, из года в год я повышала свой уровень, да, и вот так вот росла. Просто интересно, здесь еще в Instagram я немножко дублирую. Если вот звук, Раиса когда выступала, звук был плохой, поэтому мне приходилось выключать и общаться, и в Instagram еще отвечать на вопросы. Вообще, это какое круто, да, на самом деле, вот что происходит и что будет дальше, да, какие вот живые истории, что происходит, фишек сколько много в различных. Да, вот сейчас я опять переключилась туда, чтобы вы меня видели, что я и там, и тут. Я в Instagram камеру повернула. И, кстати, вот очень, почему еще в Instagram я включила, потому что у многих партнеров, например, вебинар не тянет, но, тем не менее, это классно. Instagram, да, может быть, слышно. Итак, следующая ступенька у нас новый менеджер 12%. У нас 25 человек и 7 человек получают скидку, а замечают заказы больше, чем на 150 баллов. И вы слышали выступление Терещенко Светланы. Наверное, надо было, это как раз таки она, в принципе, сейчас вот выступала, рассказывала, как у нее было 16 регистраций. Это она, мы еще раз Светлану поздравляем. Я переключаю слайды. Так, сейчас я вам покажу. Так, мы поздравляем Москвитину Тамару и Байгуль Маргариту. Так, мне сейчас еще нужно посмотреть. Вероника и Дворецкая Алена у нас вот. А, кстати, я сейчас посмотрела подсказочку, кто у нас будет выступать. Алена, пока включай микрофон, а мы поздравляем Ерешову Веронику и Байгуль Маргариту. Вероника, потом уже второй выступи, пожалуйста, бери микрофон. Да. Аленочка, да, пожалуйста, включайся. Вот, видите, как происходит. У нас не планерка, у нас аппарат успеха, итоговый каталог. У нас где-то минут 40, наверное, час будет, потому что у нас еще выступление будет нового уровня 15%, 18%. Это я отвечаю здесь. Аленочка, включайся, пожалуйста. Если Алена не включается что-то, да, у нее, то пускай Вероника включится. У нас эта планерка также будет записана еще и потом мы будем выкладывать на сайт. У нас всегда лидеры записывают. Аленочка, почему не включаешься? Давайте, да, сейчас... Алена, проси слово. Так, вот, Алена просит слово. Вот так вот это происходит, видите. Сейчас она подключится. Включает, чтобы не хранила? Всем привет! Нас слышно? Я извиняюсь, я с сыночком, мы прыгаем на мячике, потому я как бы буду вот так вот прыгать. Простите. Всех приветствую еще раз. Меня зовут Алена Дворецкая, я живу в станице Атаманской, мне 29 лет. У меня двое деток, я замужем, у меня дочь 5 лет и сынов год и 4 месяца. Помаши привет! Вот, мы уже тут полтора часа вместе смотрим вебинар. Да, привет! Помаши привет! Ага, значит так, я себе немножко как бы тезис набросала, чтобы не терять мысль. Значит, я сейчас до 3 нахожусь, у меня музыкальное образование. Закончила я музыкальную школу одновременно, с первой школой. Вот. Слышно, да? А, вот, значит, и так как особо как бы у меня призваний никаких не было, родители, ну, мол, играешь на пианино, значит все, иди в музыкальное училище. Уехала я в Сочи, 7 лет там прожила, окончила училище музыкальное. Любовь к музыке у меня как бы есть. А сейчас, да, уже сидя в декрете, я выступаю на сцене и пою в народном хоре в казачьем. Значит, пригласила меня в Арифлейм Ирочка Величко. До этого очень много получала я приглашений, но все это быстро отметалось. Мне никогда не хочу, не буду, так тяжело в декрете ребенок, вот, зависает, да. Сейчас я погромче, погромче может сделать. Сейчас хорошо слышно? Замечательно. Вот, значит, пригласила меня Ира в августе прошлого года. Я, естественно, серьезно не отнеслась к этому всему, но решила попробовать. Ира была очень настойчива, очень сблизила то, что у нас детки рождены почти в одно время. У меня сынок 12 ноября, а у нее дочка 13 ноября. Так, значит, что дальше? Что изменилось в моей жизни? Ну, сами знаете, декрет, ну, многие, у кого есть детки, понимают, что декрет – это куча забот, куча хлопот, очень много ребенку нужно внимания уделить. И, как бы, такая рутина, каждый день одно и то же. С Арифлэм у меня все изменилось, я стала больше успевать, я стала планировать. Много всего интересного, нового, причем еще я перестала на себе экономить. Вот, у меня все есть, у меня куча косметики, у меня шампуни, у меня все пасты. Все, я заказываю себе, ни в чем не отказываю, имея большую скидку. Очень хорошо экономлю семейный бюджет. Вот, значит, что еще? Да, дополнительный заработок имею. Отлично выгляжу. Вот, что еще? Появилось у меня еще много знакомых. Очень приятно было именно найти и динамичников, очень близких к себе по духу людей, которые, ну, не сидят, не ноют дома, ой, все плохо, ничего не хочу, кризис, денег нет. Вот, нашла таких, которые мыслят так же, как и я, которые хотят, берут, стремятся. Вот, еще что. Так, цель. Значит, самая главная моя цель сейчас, это первая ступенечка идти до директора и получить долгожданную премию. Муж меня поддерживает, помогает. Сначала, конечно, серьезно не отнесся. Ой, зарегистрировался в Арифрин. Ну и ладно, он зарегистрировался. Нравится, занимайся. Сейчас мне и заказы помогают разводить, и каталоги раздают. Мама мне помогает всегда приносит заказы. Во-первых, было очень тяжело набрать эти 100 баллов. Мне казалось, это что-то нереальное, просто, ну, фантастика. Я сейчас для новичков это рассказываю, потому что я сама через это все прошла. А потом уже и 100, и 150, уже и 200, уже, во-первых, как бы, ну, 100 баллов надо мне больше не надо, правильно? Хочется наборчик получить. А там еще и больше, и больше. Я говорю, мама, все, больше неси, мне не надо 100 баллов набрала. А сейчас уже и больше 200 набираю и помогаю своим новичкам, стараюсь. Да. Мужу спасибо. Так, что еще? Рекрутирую, значит, я и в Одноклассниках, и в ВКонтакте. И сейчас планирую в Инстаграм зарегистрироваться. Вот. Эй, сыночек, иди сюда. Нельзя это. Так, любимые мои продукты. Звезда моей косметички, это тот же Джордани Голд. Тональная основа Джордани Голд. В этом каталоге она, кстати, со скидкой. Я себе вот буду вторую брать. С четвертого шага только-только вот начала у меня заканчиваться. Так, дальше, значит, недавно попробовала серию молоко и мед. Шампунь вместе с кондиционером. Также дочки использовали его. Волосы стали просто потрясающие. Плюс масло Элео. Да, теплый рынок идет. Спасибо за комплимент. Спасибо. Так, значит, Хайрикс у нас еще. Шампунь, зубные пасты, детская зубная паста. Щеточка очень нравится дочке, сыну заказываю тоже. Пасту пока не используем, нам как бы нет еще двух лет. Так, что у нас еще? Что еще? Ну, много всего нем... А, самая любимая моя серия это СПА. СПА, значит, очень уважаю именно этот крем антицеллюлитный. И всем советую его заказать. В прошлом каталоге он был с большой скидкой. Вот. Взяла себе второй. После беременности как бы форму пришлось себя приводить. Сыночка, осторожно. Вот. Что еще? Волосы, значит, берут деткам рыбий жир. У дочки была аллергия. Очень сухая кожа. Прям как, не знаю, как у ящерицы. Прям по спине проводишь. И прямо она шелушилась очень сильно. Сейчас мы его принимаем каждый день по чайной ложечке. С утра, после еды. Вот. И все прошло. Кожа гладкая. У нас волосы, я заметила. Они очень стали блестящие. Прям живые. Висит. Обновляйте, девочки. Страничка у меня тоже зависала. Сейчас все нормально. Ага. Так. Что еще? Господи. Так. Пожелания новичкам. Значит, самое главное. Ничего не бояться. Слушать своих наставников. И делать. Просто делать. Обучаться. Слушать вебинары. Находить время. Я знаю, это очень тяжело. Найти на это время. Поверьте. Вот. У всех. У всех есть домашние дела. Стирка. Готовка. Уборка. Время детям. Постоянное. То в магазин надо поехать. Забота и хлопоты. Это всегда есть. Вот. Единственное. Секундочку. Единственное. Как бы. Кто-то совмещает. Может, значит, это совместить. А кто-то нет. То есть, вы выбираете. Либо вы ничего не делаете. Ничего не получаете. И живете, как все. Да. Ежедневно выполняете свои. Свои, как бы, домашние дела. Либо вы так же живете, как бы, стираете, убираете, гладите, время семье уделяете. И еще совмещаете, помимо этого, вот свою, как бы, работу. То есть, сами выбираете для себя, как бы, время, когда вам это делать. Вот. И получаете, как бы, то, что вы хотите в жизни. Просто главное задать себе вопрос. Чего ты хочешь? Как ты хочешь жить, да? Вот. Значит, сразу было мне очень тяжело в своей голове все это уместить. Очень много информации было. Сейчас я разложила все в своей голове по полочкам. Главное, не торопиться. Все постепенно. Все понемножку. Не надо стараться сразу все охватить. Везде все узнать. Все будет понемножку. Не зря... Ага. Да, правильно. Ключевой вопрос. Чего ты хочешь? Жить и ныть или быть успешным. Все иметь. И главный мой вопрос был, почему, действительно, другие могут, а я не могу. Чем я хуже, да? Правильно. Все мы, как бы, одинаковые. Руки, ноги, голова, значит, можем. Вот. Значит, обязательно обучаться. Если ты обучаешься, учишься, да, то ты сможешь научить и других. Вот. Что еще сказать? Обязательно при первых неудачах никогда не опускать руки. Не делать поспешных выводов, потому что по себе... Сейчас, Садочка, иди-ка. Вот. Знаю, по себе не раз я хотела, думаю, господи, да зачем оно мне надо, мне некогда, мне тяжело, не буду, не хочу. А сейчас уже все, как рыбка в воде. Спасибо за это большое, да, Ирочка, тебе и Кате, всем девочкам, и большое спасибо моей команде, которая меня поддерживает. Вот. Каждый день, действительно, раньше я слушала всех, вот, Катю Филиппову, Ира мне. Вот, заходи на вебинар, послушай. Катю Филиппову. Я слушала, я не понимала, думаю, что это такое, когда вообще, как она это все успевает еще, плюс потом беременна. Я сейчас родила вообще умничка, молодец, восхищаюсь такими людьми. Рада, что знакома со всеми вами, что я к вам присоединила, что я не сдалась, не бросила все это, не опустила руки. И сейчас вы мне помогаете преодолевать все, как бы, трудности. Большое всем спасибо. Спасибо девочкам, которые сейчас присутствуют на вебинаре, которых я приглашала. Да, мне очень приятно, что вы со мной, что вы меня поддерживаете. Действительно, смысл жизни, конечно, наши детки. И вот мы, для них все... Да, все болтушки. Все, я буду сейчас заканчивать, нам идти надо за памперсами. И так уже, ой, боже, второй час уже идет. Спасибо большое, девочки. Всем успеха, удачи, всем позитивных общительных партнеров. Господи, быстрого роста и доставка. Доставка дохода. Вероника, включай, пожалуйста, микрофон сразу, чтобы мы тебя послушали. Алло, привет, слышно меня? Ага, Вероника уже отключается? Да, я отключаю. Всем привет, меня зовут Эришева Вероника, я пандидат технических проектов и декрете. Голодоческий медаль не исполнился в Голодик, это было просто классно. Был скоро 31 год, что уступнет ровно через неделю во вторник 11-го. Мы были в маленьком городке Новопольского края, в Хадарске. Совершенно вернулись на канал, очень давно, не знаю, где-то в студенческих годах, на первом курсе, было, что там большая масса, только так, что я рассматривала, что такая коллекция, поделена Вероника, вверх, вверх, вверх. Сказала, только для суперницы, но в принципе, я не рассматривала ни бизнес, ничего. Вот, в этот раз пригласили меня, когда у меня случилось солнце этой группы, а было плохо, мы прислали против лица ребятинку на ЦАПе. Ну, честно, я бы просто прямо сказал, что давай, пойдем за реформу, я бы, наверное, сразу и ушла, честно говоря. Пошла бы чем-нибудь другим заниматься. А так мне что-то там рассказали, так, нормально? Девчонки, слышно, нормально, я звук убрала? Ну, все, здорово, тогда дальше расскажу. Плакалась-плакалась, ничего не понимала, куда меня пригласили, думаю, господи, я, наверное, какой-то спамер, что мне делать, вообще, зачем я в это ввязалась, стала ходить на вебы, стала читать в чатах, что-то стало у меня в голове откладываться. Все, убрала уже совсем. Вот так нормально? Все, заново говорить, Крис? Ну, кто не понял, я кандидат наук технических, в декрете сижу, дочке годик, вот, второй раз, второй раз зарегистрировалась. Ну, девочки не знают даже, что, как эхо убрать, если честно. Сейчас попробую. Так, лучше? Все? Все отлично? Ну, здорово. Вот. Так, вообще, зачем я сюда пришла? У меня сыпались волосы страшно. В спортзале мне сказали, что пьем мы все витамины, только ПЭК, Арифлеймовский, я на них посмотрела, подумала, что они сумасшедшие немножко. Вот, но решила попробовать, потому что не работали, не работали вообще из аптеки ни один, вообще ни один препарат, который я там купила. Волосы лезли так, что мне казалось высыпется все, вот, и ничего, стала пить, волосы через недельку восстановились, все классно стало. Купила мужу, муж стал пить, купила дочери, хоть ей годик, я купила ей омегу-3, стала по капельке вообще давать ей. Все у нас стало классно. Самые мои любимые продукты, это вообще тушь 5 в одном и туалетная водолюся. Я с ней вбалдею, поэтому была рада снова оказаться в Арифлейм, хотя бы на дисконт. Я стала экономить, потому что мне, честно говоря, жалко переплачивать. Сами знаете, у ребенка, когда есть ребенок, очень много это забирает сил, энергии и денег. Все это отдаешь только ребенку. Вот. Так, что должна рассказать? В прошлом каталоге я зарегистрировала мужа, потому что он у меня стал ходить, собирать заказы. Я была приятно удивлена, честно. Он понес на работу, и это очень смешно, как он это делает. Он берет каталог, несет девушке, говорит, так, все, смотри. Она говорит, зачем? Он говорит, ну как, зачем? Ты сейчас будешь заказывать, посмотришь, принесешь мне заказ, все. Так он приносит мне больше 150 баллов. Я просто балдею, как он это делает. Надо, наверное, и самой так ходить делать. Хотя я иду в парикмахерскую и даю, показываю каталог, абсолютно не стеснялась. Говорю, девчонки, вот, я вам дарю, посмотрите. Кто-то звонит, кто-то не звонит. Вот. Ну, в принципе, нормально. Больше 300 баллов где-то мы сделали в прошлый каталог. В этот уже мы собрали 250 с ним. То есть он меня поддерживает полностью. Приглашаю людей в основном по теплому рынку. Стараюсь, конечно, делать и по-холодному, но там сложнее. Ну, ничего, тоже стало получаться. Все со временем, это все понятно. Нужен навык. Нужно, не знаю, потренироваться, наговориться, наверное, со всеми. Вот, Иришке моей, большое спасибо, которая меня пригласила. Кристина, ты сама супер. Нечего мне это писать, ты все сама знаешь. Сейчас у нас в доме идет ремонт. Все денежки, все, которые мы получаем от Арифлей, мы кидаем туда, в ремонт, потому что это очень затратно. Хочется красиво, все чудесненько сделать. Вот. Новичочкам очень хочется посоветовать того, чтобы не бросить это все в первый день, когда ты пришел, ты ничего не понимаешь. Что делать, как делать, зачем тебя вообще сюда позвали. Не бросить, попытаться разобраться. Начать меняться самому. Да, я похудела за 3 месяца на 15 килограмм. Вместе с витаминками, без них не смогла бы. Кстати, мы еще с дочей деремся за наши батончики протеиновые. Я не знаю, я их от нее уже прячу, хоть и годик. Она готова их лопать и лопать. Вот. Они мне нужны для того, чтобы худеть. И так вот, желаю просто начать менять свое сознание, менять себя. И я думаю, что все остальные в округе тоже подтянутся, глядя на вас, на ваш успех. В Арифейм хочу, естественно, бриллиантового директора для начала, так как маленькая мечта. Вот. Ну и все. Всем удачи. Спасибо за внимание. Не буду задерживать. Пока. Пока. Я заболталась, не ответила на вопросы. Поступил вопрос, почему я не регистрировала мужа никогда. В инстаграме, да, задался вопрос. Я говорю, я ни разу своего мужа еще не портила, даже ни на акции никакие. Вот. Почему? Потому что я считаю, что если ваш муж работает, он рекрутирует, он делает как минимум 150 сам лично баллов, тогда можно еще. Но я не вижу смысла. Лучше всего работать на один номер. Почему? Потому что муж мне какими-то советами помогает, да, лидерскими, потому что у него своя работа лидерская, он военнослужащий, подполковник ракетных войск. Он стратегически мне что-то помогает, какие-то моменты, что-то с компьютером, потому что я считаю, что в это не надо вникать девочкам, это должны мальчики делать. Вот. И сейчас, когда он уйдет на пенсию, мы будем вместе с ним работать на один номер. И я везде будет, скоро будет приписка, что не только Ирина Басюк, а еще и Юрий. Но только когда он будет действительно работать. Я считаю, зачем за кого-то делать бизнес. Так же, как и, например, родственников. Да, я зарегистрировала свою маму, но я вторую ветку, я ничего не строю, пока она сама не будет строить свой бизнес. Это окей. Да, она вышла на 22, но она сделает свои баллы периодически. За нее делать 150 баллов я не буду. Зачем? Я считаю, что лидер – это тот, кто действительно должен будет работать. Так, инстаграм привет. Я показываю туда и туда камеру. Так, а мы переходим к новой ступеньке. У нас, сейчас я переверну камеру. У нас, поздравляем партнера Филатова Сергея и бабушкина Лидия. Вот, следующий. И лучший новый менеджер 12%, а мы дело определяем по доходу. Это Филатов Сергей. К сожалению, у девочек не было времени. Они не знали, что лучший менеджер – это Филатов Сергей, поэтому слайды не успели сделать. Лично он делал 384 балла. Сейчас, кстати, все чаще и чаще у нас приходят мужчины, и они приходят на велнос. В четвертом каталоге новых менеджеров у нас 15%, 20 человек. Три человека получают доход. И два активных партнера у нас. Это Корлева Алена из команды Екатерины Ганюк и Рудометова Александра. Я сейчас смотрю, кто у нас будет выступать. Очень жалко, что Александра не выступает. Вот, надеюсь. И Алена – это наши активные партнеры. Следующий лидер у нас Филатова Оксана. И она лидер по рекрутингу. У нее в прошлом каталоге было 16 регистраций. На 16 регистраций 1800 баллов сделали. И в этом каталоге тоже более 10 точно. 700 баллов у нее было от Филатова Оксана. И причем это она делает за третий каталог. Как она рекрутирует? Она рекрутирует теплым рынком. Это опять же-таки ответ на вопрос. Вот в Инстаграме появился. Актуальность, если теплый рынок. И поздравляем также Ситникову Веронику. И мы приглашаем на наш вебинар выступать Ситникову Веронику, чтобы она рассказала свою историю, поделилась своим успехом. Вероника, включайся. Я вижу, что ты тоже модернизировал. У меня сейчас телефон разрядится. Я сейчас буду подключать еще одновременно телефон. Всем привет, как слышно? Вот. Какие у нас еще вопросики были, пока Вероничка подключалась? Хорошо слышно. Есть она. Отлично. Я переключаю. Ну, еще раз всем привет. Меня зовут Вероника Ситникова. В чатах меня можно видеть под фамилией Янцер. Это моя девичья фамилия. Просто так бывает, что в паспорте одно, а в душе другое. Живу я в небольшом поселке в Кировской области. Замужем. У меня трое детей. Два сына и дочка маленькая. По профессии я бухгалтер. Работаю в частной фирме. Зарегистрировалась я 8 ноября 2016 года. Это был самый конец 15 каталога. В каталоге 16. Я решила принять участие в акции с ноутбуком. И вот совсем скоро он уже будет у меня, чему я очень рада. Очень жду его. В этом же 16 каталоге я вышла на 6%. В каталоге номер 2 уже в 2017 году получила звание менеджер 9%. В третьем каталоге 12%. И вот в прошлом каталоге номер 4 вышло на 15%. Моя цель программы «Минимум» я себе поставила на 2017 год. Это закрыть звание директора. Также успешно прохожу квалификацию на Болгарию по второй волне. Надеюсь, что все у нас с девочками получится. И встретимся мы не где-нибудь, а в солнечной Болгарии. Тем более, что за границей я никогда не была. Рекрутирую я в основном ВКонтакте, как и большинство нашей команды. Но есть желание развиваться дальше, учиться чему-то новому. Поэтому я начала проходить обучение по работе в Инстаграм. Пользуясь случаем, кстати, хочу поблагодарить всех, кто участвовал в создании нашего обучения. Это очень крутая штука, колоссальный труд. Девочки, большое спасибо вам. Очень помогает в работе. Моя мечта на сегодняшний день – это дать своим детям то, чего мне, может быть, самой не хватало в детстве. Не может быть, а не хватало все-таки. Речь не об игрушках, не об одежде, не о еде. Хотя это тоже важная составляющая часть нашей жизни. Я говорю о возможности посвятить как можно больше своего времени своим детям. Ведь они так быстро растут. Я хочу быть с ними рядом в самые ответственные моменты их жизни. Новичкам хочу пожелать не пугаться, не бояться возникающих трудностей. Потому что эти трудности всегда способствуют росту, всегда способствуют успеху. Вот на этом у меня, наверное, все. Каратенечка получилась. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Я включаю здесь и переключаю сюда на камеру. Спасибо большое, Вероничка, за твое выступление. Всем привет из Инстаграма. Это я показываю туда на компьютер. Продолжаю биотрансляцию одновременно. Вот я бы хотела показать слайд. Рудометра Александра у нас лучше нового менеджера 15%. Поэтому поздравляем ее. Из команды Елены Пулектовой. Сколько можно получать на этом уровне за каталог? 10 тысяч рублей и среднемесячно, если выйдет на такой доход, около 15 тысяч рублей в месяц. Это лучший результат, лучший новый менеджер. И следующая ступенька. У нас менеджер 18%. У нас 20 человек вышло на этот уровень, но доход получают один. Остальные все в колбаске друг под друга подписаны и не пользуются возможностями, не размещают заказы на 150 баллов. Вот поэтому, опять же таки, хоть вы строите кому-то, регистрируйте, создаете бизнес, пока они сами не созреют, пока они сами не будут рекрутировать, доход они получать не будут. Ну и что, что там 300, 500, хоть 1000 человек. Поэтому иногда вот так вот подписывая людей. Если он не хочет работать, вы уговариваете, подпишите, он все равно работать не будет. Так, и сейчас приворачиваю слайд. У нас выступает сегодня Рыскина Галина. Галина, подключайся, пожалуйста, я уберу твою историю, чтобы ты была. Галин, подключайся. Пока Галина подключается, я задам вопрос. Отвечу на вопрос, который был задан. Как муж мой относится к тому, что я больше его зарабатываю? Ответила, начала частично отвечать. Я 17 лет работала на трех работах, совмещала мне. Я не хотела зависеть от моей мамы, упрашивать ее, дать мне денег на какую-то очередную вещичку, косметику. Всем привет, мне так видно, наверное, не слышно. И плюс о двух работах заключала договора о размещении рекламы. Не слышу. Так, договора подключается. Девочки, меня зовут Рыскин Галина. Я живу в городе Саранске, республика Мордовия. Замужем. У меня есть двое детей, уже взрослых. По образованию я биотехнолог и работала по специальности на предприятии. Но меня не привлекал такой ритм жизни. Это работа, дом, работа, дом. Я искала что-то другое, что-то новое. И когда я находилась в декретном отпуске с дочкой, мы с мужем решили попробовать частное предпринимательство. Я открыла ИП, и мы организовали магазин. У нас был свой магазин по продаже тех стилей. В Рифы я пришла не сразу, так как мое решение было очень трудно из-за того, что я была очень негативно настроена против всех МЛМ. Но в жизни бывают такие моменты, когда человек что-то пробует, что-то ищет новое. И в такие моменты мы приходим к чему-то новому. Поэтому я сейчас здесь. В Рифы я пришла на бизнес, и мне стало интересно разобраться во всей системе работы в компании. И увидела очень много плюсов. Ну, во-первых, то, что здесь не требуется вложение. Потому что для любого традиционного бизнеса нужны вложения. Во-вторых, график работы. Мы сами уже себе планируем, как и что мы делаем. Устраиваем сами себе свой график. Ну, и в третьих, конечно, то, что тоже очень для меня важно, это как можно больше находиться дома, с семьей, вместе с своими детьми. Меня очень заинтересовали все эти возможности в компании. И в итоге я решила этим заняться. Моя цель на данный момент выйти на золотого директора. Хочу обеспечить хорошее будущее себе и моим детям. У меня очень поротко, но все. Спасибо, девочки. Так, так, как это с домом. Вот смотри, какие лидеры все разные. Я только что в Инстаграм говорила, что абсолютно все разные. Разного возраста, разных профессий. Кто-то любит общаться, кто-то не любит, наоборот. Это сейчас, может быть, я стала болтушкой. Я раньше была очень замкнутым человеком. Для меня вообще слово не вытянешь. Ну, смотри, мы все победили. Так, и я, наверное, переключаюсь. Это наш рейтинг. Скажите, кто любит рейтинги? Я безумный, я так, я финансист. Всю свою команду я перевела на финансовые показатели. И здесь показатель рейтинга. Это по доходу. То есть, как говорится, что вы можете хоть быть до 22% если вы не строите свой бизнес, не рекрутируете, не делаете заказы, то вы не будете участвовать в рейтинге. И топ-50. Ноговая Марина, Борискова Елена, Ешо Вероника, Идина Наталья, Герасимовского Юлия, Кечина Ксении, Дворецкая Елена выступала у нас, Шапаренко Ольга, Симонова Татьяна, Байгули, Маргарина Брауна, Эдуард Сокур Елена, Ильгиз, Обломова Светлана Кофеева, Елена Григорьева, Наталья Большаков, Максим, Клетенева Олеся, Гильдерман Евгения и Можитова Юлечка. Давайте, кто следующий. Я очень люблю рейтинг менеджеров, потому что на самом деле каждый раз он меняется. И тот, кто был первым местом, может в следующем каталоге быть уже и на 15. Топ-30. Корлева Алена. 29. Филатов Сергей, новый менеджер 12%. Ковалева Валентина. 28. Васильева Наташа. 27. Бушкаревич Наталья. 26. 25. Валентина. 24 место. Филатова Оксана. И она сегодня выступала. Новый менеджер 15%. Масленникова Лариса. Сергейенко Владимирович. Филиппов Евгений. Львана Виктория. Челубаева Кристина. Величко Ирина. Ларина Наталья. Мы Мейзер Наталья. И кто в топ-15. Самое интересное, попасть в топ-15. А самое главное, не просто в нем влететь, а никогда оттуда не выходить. А если вы выходите в топ-15, то только в директора. Топ-15 это Бузикова Ирина. Топ-14 другого Екатерина. Никишина Ирина. Плюс 15 пунктов рейтинга. 13 место. Дубинина Александра. 12 место. Потапова Алена. Плюс 7 пунктов рейтинга. И дальше Филиппова Ирина. Минус 9 пунктов. Но топ-10. Опять же таки, вот видите, первое, второе место занимало. И команда, команда кто-то постоянно новый-новый. Аштейва Катерина. 9 место. Хафизов Эдуард. 8 место. Не передали мне фотографии, не успели. Потом исправим. Рудометова Александра. 7 место. И плюс 30 пунктов в рейтинге. Новое звание 15%. Смакаева Любочка. Плюс 2 пункта в рейтинге. Наташа Ильина. Плюс 4 пункта. Поздравляем. Розенкова Леночка. Плюс 8 пунктов в рейтинге. Гульзима. Плюс 3 пункта в рейтинге. Родионов Вячеслав. Из... Как живой? Из... Как-как-как... В общем, там, где их тепло. Откуда у нас Родионов Вячеслав? Скажите. Мальчик, которому нельзя показывать свои фотографии. Он работает в таком органе. Крым. Крым. Да, с Крыма. Вот. Но он всегда делает потрясающие заказы. У него хорошо растет команда. Поэтому всегда вы можете видеть его только вот так. Он служащий. Рыскина Галина. 150 баллов. И... 150 баллов. Что значит? В общем, это же 18%. Первое место. Вы ее слышали вступление. Поздравляем. И следующий желаем, чтобы следующая ступень, как можно быстрее, была директор. Еще раз поздравляем девочек, которые по первой волне прошли первый шаг. То есть они уже прошли. И у нас на втором шаге много менеджеров, которые пошли по этой программе. Но не все, к сожалению, вписали свои данные. Могут посмотреть в рейтинге. Во всяком случае, 15 человек точно, кто еще идет по второй части. Вот. Наш вебинар потихонечку подходит к концу. Следующая ступенька в Арифлейм у нас старший менеджер. Доход примерно 35 тысяч рублей в месяц. И вот. Как только вы закрываете звание директора, вы участвуете в юбилейном банкете. В этом году будет 3,5 тысячи человек. И, кроме того, пройдет мега-форум. Крупнейшее, офигенное, классное мероприятие. И я призываю команду быть там. На планерке я рассказывала подробнее об этом. Вот. Ну, а следующее. Как только вы подтверждаете 8 месяцев, 8 каталогов, то ваш доход примерно 40-50 тысяч рублей. У вас будет еще автобонус. Ну, в общем, к этой ступеньке нужно всегда идти. Потому что автобонус. Да, сейчас поставили еще более жесткие условия. Почему? Раньше был автобонус халява. Там сделай там прирост и добудет тебе счастье. Но сейчас настолько повально пошло выпускать, ну, следующие-следующие директора, что просто компания сделала это промежуточный бонус. Она не гарантирована, что он будет постоянный. И столько новых людей. Сейчас по 2-3 звания закрывают. И поэтому компания сказала, что обязательно нужно выполнять еще критерии по рекрутированию. Опять же таки, кто растет, у него есть всегда рекрутинг. То есть вот здесь вот убрали халяву. И тем не менее, по этой акции, я просто, у нас еще была программа «Мой дом». Я заработала 550 тысяч. Сейчас уровня только бриллиантового директора. И то я автобонус получаю в виде машины Бульва, которую мне компания уже дала. И их за меня оплачивает. Вот. И вот видите, девочки, сколько получили по автобонусу. Но в этом каталоге настолько Занединова Людмила выполнила акции, потому что сложновато. Следующая ступенька будет старший директор и золотой директор, когда у вас будет две веточки. Я перехожу. Это заключительный рейтинг. Это то, что сделала у нас структура. Я считаю, что рейтинг лидеров – это как раз-таки показатель работы всей команды. И так же, как и рейтинг… Это идет только рейтинг по доходу. То есть не по товарообороту. Нет, ни в коем случае, потому что идет самое интересное по доходу. И 28 место у нас Галина Герман. 27-е – Грачева Аня. Проектова Елена – 26-й. Ирина Исаева – 25-е. Эльвира Хабира – 24-е место. Скорильникова Елена – 23-е место. Женникова Татьяна – 22-е место. Недорезовая – 21-е место. Ирина Тах – 20-е место. Лили Пушкаревич – плюс 5 пунктов рейтинга. Поздравляю. 19-е место. Аня Ахмерова – плюс 4 пункта в рейтинге. 18-е место. Галина Татьяна – плюс 17-е. 17-е, давай быстрее 17-е пунктов рейтинги делай. Будешь номер один. 17-е место плюс 4 пункта в рейтинге. Шарипова Нелли – 16. Елизавета Терентьева – 15-е место плюс 4 пункта в рейтинге. Зоя Никитина – 14-е место. Ниталия Сычева – 13. Горских Евгений – 12. Кстати, Женечка, привет. Скорее всего, он тоже может смотреть Инстаграм. Ух ты! Прямой эфир завершен. 391 зритель был. Ребята, у меня отключился Инстаграм. Девочки, 391 человека. Я не сделала принскрин. Ага, я сделала принскрин. Это очень круто. 391 человек был в прямом эфире. Ну, в принципе, ладно. Тут остался рейтинг и все самое вкусное, поэтому откладываем мы прямой эфир. Ничего там сложного. И мы оставим, уже скажем так, не будем рассказывать, кто у нас топ-10. Они посмотрят, если что, на нашем сайте. 11-е, поздняк Анна. Я видела, что она смотрела еще вот здесь, в Инстаграме. Марухленко Марина – 10 место, плюс 3 пункта в рейтинге. Кристина Сологубова – 9. Алчинова Лилия – 8 место. Зелендинова Любовь – 7 место, плюс 2 пункта в рейтинге. Наташенко – 6 место, плюс 5. И, как вы понимаете, кто остался в рейтинге? Топ-5. Волкова Светлана, плюс 1 пункт в рейтинге. Большакова Лилия – 4 место, и 1 пункт в рейтинге. Третье место Екатерина Ганюк – 3 место. И Филиппова Екатерина – топ-2, плюс 2 пункта в рейтинге. Вот так мы сделали результат. Вот, а на этом все. Подводим итог. И еще раз мотивирую всех. Первую очередную цель – это как минимум сфокусироваться на закрыть 3 звания за год. Ребята, вы это можете. Еще раз. Рекрутируйте минимум 4 часа в день. Бросьте все. Если вы научитесь сами рекрутировать, вы научитесь делать эту свою команду. У нас полностью перезапустилось обучение. Я думаю, что завтра или послезавтра я выложу первый урок, который смонтировала, сделала Елизавета Телентева ВКонтакте. То есть у нас запустится полностью обновленная система. Еще раз. Уроки настолько крутые, что даже первый урок в ВКонтакте, который я посмотрела, я поняла, что я много чего не знаю. Хотя, в принципе, изначально я начала рекрутировать именно там. Вот. Поэтому как можно быстрее проходить обучение. Пароли никому давать мы не будем. Сделали, прошли задание. Только тогда вы получаете. Причем я даже директора не знаю, какой будет второй шаг. Мы сделали это принципиально, чтобы все директора, все лидеры проходили, просмотрели через себя, пропустили это обучение. Увидели недостатки, недочеты. Потому что система рекрутирования меняется. Это важно. Я говорю, даже директора у нас не получают доступ. Сделали, посмотрели, получили. Вот. То есть вообще очень сильная школа, очень крутая школа. Вот. Ну и после того, как вы закройте три звания, ваша цель будет бриллиантовый директор. Есть две группы. Удвойственный результат. Ты сапфировый директор. Сапфировый директор. Еще раз сделай две группки. И ты бриллиантовый директор. И доход в среднем от 200 тысяч в месяц. Либо 2,5 миллиона в год. Вот. Все. Всем успехов. До следующей встречи. Пока-пока. Добро пожаловать в команду миллионеров. Целую. Пока.